Нет, он отказался, рассказывал я. Да, Андрей рассказывал. Да, что-то рассказывал. Расскажите, кто хочет. Я реально, блин, я реально ничего не помню, что в прошлую субботу было. Ладно, давайте я расскажу. Мы верну... Я, я расскажу. Да, давай. Мы закончили с тем подземельем. Мы полчаса дрались за сумку, я вспомнил. Да, пошли обратно. По пути встретили три зомби, что ли, было. Один там гигант, еще два каких-то... Один большой, два обычных и один щупальца. А, этот, ну да, типа, вот. Один большой, два средних и один чики-брики. Вот, мы такие, типа, Альберт брутально выходит, говорит. Мы должны им втащить. Сестры, не, мы боимся. Ну, ладно, все, идем дальше. Вот, пришли к друиду. Хотя он нифига не друид, а оккультист. И решили с ним договориться. Или не решили договориться. Мы зачем-то пришли что-то спросить. Чего мы хотели спросить у него? Типа, читаться по квесту? Ну, типа... Он вам... Типа, вы с ним договорились, что вы посмотрите, что там. Типа, он вам разузнает про какие-то ритуалы для очищения. Вот, да. Вроде как он ничего не узнал. Вот. Но за то, что мы отчитались, он даровал нам сумку и еще кучу побрикушек. Действительно, разбирались по поводу сумок. Действительно, разбирались по поводу того, что дальше будем делать. Вроде как решили идти на перерез к зомбе, потому что зомба двигает к деревне. Название, которое я, к сожалению, не помню. Не-не-не. Немного другая была история. От деревни в другую сторону. А. Да. И друид сказал, что он часто их видел, что они оттуда шастают. Ну, они вокруг деревни где-то шастают. Друид сказал, что скорее всего они оттуда. Раз они так шли по вашему описанию. И у нас у Рокаба было задание, что там нападают на деревню. Ну да. Да, и Рокаб решил разобраться с некроматом, который бесчинствует. Таким образом он сможет подняться. Все правильно? Ну, как-то так. Вышли по следу. Пересекли какую-то старую дорогу, уже давно поросшую. И спустя еще где-то полчаса, идя по лесу, неожиданно на Орденторе вылетел призрак. Так что бросайте инициативу. А можно как-нибудь посоциалить, в этот момент выскочить, договориться дипломатию ему кинуть, чтобы не драться с ним? Ну, он на вас вылетел. В этот момент, пока он летит, Рокаб хочет ему крикнуть что-нибудь. Можно успеть? Ты можешь крикнуть, значит, инициатива пока что. А, если я успею с инициативой, то я могу крикнуть, да? А он в любом случае ходит первый. Да? Тогда я не успею ему ничего сказать. Сейчас. А почему в любом случае? Он типа прокинул, что ли? А, он вас считает заставил врасплох. Инициатива в любом случае сдвигается до него. А у нас Perception не хватило, что ли? Он типа построил инициативу, это его стелс. Ну, да, у него остался больше, чем у нашей Perception. Да, у вас самый высший Perception в группе 19. Очень важно, я Владу передал две бомбы алхимических против призраков. Да, вот. Отметь их у себя. Ребят, Бум, Саш. А? Моё колдунство на него сработает? Типа, что ты в магию? Да, ну, ты про... Про ту самую колдунство. Какую это всё? Которую я взял на лавелапе. Я вообще не понимаю, что это ты можешь назвать? Замерение. Ну, я не знаю. Как на английском, не помню. Которая всех делает вокруг меня спокойными. Спокойсь. Дай тех спляну. Сейчас. Сейчас лист твой открою, Саш. Буду окей. Да, может. Всё, тогда... Сейчас... Тогда, это... Филинков не переживай, а сейчас призрак успокоит. Кальпель, ты не кинул. Инициативу, найдёте, инициативу, он впишёт. В смысле, а почему не кинулся? Я, вроде, тебя выделил. Нет, это же сообщение, инициативу. Внимание, я не могу. Блин, сорян, я чё-то... Опять перепутал. Ну, короче, вот эта система немного странная, да. Сейчас мне идилли добавим. Я просто ни разу не видел, что есть бонусы к инициативу по этому странному штуке. Я слышу какую-то песню за этим, типа... Там есть слова. Всё верно. А какая-то песня чё сыграет? Нет-нет-нет, какую-то местную песню, типа... Типа... Типа, не зря. Чего? Наверное, у него соседи бухают. Вот. Короче, вот крыши поехал. Да. Идём по десендинг. Отсортировали. Такс. Небольшой вопрос. На знание, проверки... Я просто честно не помню, что там про призраков мы знаем. Они бесплатно делают? Я тебе могу и напомнить, что я вам рассказывал о призраках. Вообще, проверка делается за действием посреди боя. Но вы знаете, что их обычное оружие не берёт. Их надо бить магическим оружием. Либо заклинаниями. В общем-то, по-моему, на этом всё. И то, что вы знаете, что инициативу, чтобы призрак успокоился, упокоился, надо его понять то, к чему он стремился до своей смерти. Да. Это вот то, на что вы навспоминали. Вот. Вот призрак. Он появляется. Излип. И издаёт ужасающий вой. Будто какой-то предсмертный крик в его последней, что ли, агонии. Сделайте спартерские воли. Это магический эффект. Это против страха? Это... Аудиторная, божественная, эмоция, очаровательная, страх. А, страх. Я услышал страх. Это магия? Но магический эффект. Не магия, магический. Это не магический эффект. Да что ж такое, хоть раз магический эффект выпал. Взял способность получить пресс-1 против магических эффектов. Ни разу ещё и не пригодилось. А, я, пожалуй, переброшу. Я тоже переброшу. Переброшу. Найс. Так. Я тоже переброшу. Ты тоже перебросишь. Я хотел перебросить самый первый. Нормально сказать. Я просто нечего, извините, об этом. Проблема. Какая у него сложность проверок? Окей. Ты просил инициативу. Господь шоу тут накакали. Я понятию не очень. А что я инициативу-то кидаю? Извините, ребят. Так. Так. Я по порядку. Инициатива. Так, рака перебросил волю, артодор перебросил волю. Альберт, ты используешь свой... Альберт, ты используешь 12, верно? Саш, я преуспел. Я использую 23. Ты тоже переброшу 23. Я перебросил. Я же говорю, я перебрасываю тоже. А, понял. Значит, начинаем с 28. Это у артодора. Артодор, ты преуспел. Я преуспел? Я критически преуспел. Ты критически преуспел. На крит успехе. На крипт-успехе ничего. Бля... Не матерись! Ну, типа, буквально ничего. Альберт, 23. То есть, все равно приходи по Толян почаще на стримах. Констерторикс и Рокап, вам очень страшно стало. Вы испуганы два. И, Ардантор, это существо тебя бьет своей рукой. Я ору, что я перебрасывал, а у меня микрофон выключен, зашибись. А что ты не перебросил, раз ты говоришь, что перебрасываешь? Сказать хорошо. Так переброй. Что-нибудь изменилось? О, я рыд. Нет. Типа, Рокап на 16 провалил, на 15 явно у тебя ничего не изменилось. Окей. Вам страшно два. Так. А где призраки? Мы вообще его увидим, нет? Да, он есть. Видишь? А, это вот это, я думаю, какой-то железный травосек рядом стоит. Первый удар — это крит. Сука. Сука. Кого? Вальба? 30 по АЦ, да? Типа, иди. Ааа, 33 по АЦ. Кииииди. Ааа, Артантор, ты получишь 24 урона негативным уроном. Это что-то значит, особенное? Это означает то, что если ты живой, то ты получишь 24 урона. Это всё. Ходишь ли я в Тантор? Ну типа он такой... ТАКАП! Немь! Ну я беру бомбу... Драйки! Ребята, успокойте меня! Отливаю гранату от бомбы. И такой... Держи. Как мне использовать бомбу? Гранату призму. Да? Фигеть. Так ты же знаешь, ты владеешь этой фигнёй. Нет-нет, я не знаю, как... Что мне сжать, грубо говоря. Смотри, ты делаешь дальнобойную атаку... Оружием, да? А, это так. Да, но ты должен понимать то, что... Так как ты не бомбер, То накроет следующую зону. Чтоб ты понимал. Накроет вот эту вот зону. Взрывом. Ага. А нельзя как-то за него кинуть. А ничего не будет? Там позитивный урон от бомбы. Да, только позитивный. Ну иначе тебе ничего не будет от неё. Типа бомбу можно кинуть. Ты не похилишься. Потому что позитивный урон это не лечение. Как и негативный урон это не лечение для нежити. Справляемся с врагами позитивом! Да. Ну типа... Если что, ты в ней эксперт. И ты будешь атаку от ловкости. Без каких-то, по-моему, бонусов к броску. Ааа... Так... Тогда я сейчас... Короче, потом настрою. Сейчас я уточню эксперт ли в дагере. Ааа, да. Эксперт. От ловкости, да. Заметан. Не. 23 это попадание. Какая там атака? Какой там урон, Саша? Не знаю, сколько там урон. Пускай рака бросает урон. Налез искать эту бомбу. Я к себе её не добавлял. Ну в смысле, я к себе не добавлял её как... Что-то, чем я буду бить. Я даже не помню, как она называется правильно на английском. Так... Бомба мгновенного типа уничтожения призыва. Так, Артантор, у тебя ещё одно действие, в общем-то. Так, Толян, как дела? Ты достал? Ты достал? Ааа! 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 Отлично. Ааа... Ну типа... Ааа... Мы шли по лесу? Да. Да. Значит, у неё в руках топор? Ну, скорее всего, да. Ааа... Так как вышли, я очень аккуратно, ожидая чего-то. Ну, да, я же, я вас вёл, и я считаю, что надо идти аккуратно, то вдруг... Не делаю. О! Типа! 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 Понятно. Типа! 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 Типа, у меня две натуральные двадцатки подряд выпали. Хитуешь! Прощай, ракап. Ракап, это крит. Типа, порадуйтесь там, главное аккуратнее. Пандемия, все дела. Так, я, короче, напуган два. Мы тут долго, еще долго, часа четыре, наверное. Истощение 2 означает то, что у тебя максимум хп понижается на твой уровень. Мы минут 15 играли. И ты теряешь только же хп. То есть, ты теряешь 6 хп. И 6 от максимума. И еще урон поверх, да? Нет, нет, типа, это как бы 6... Ты теряешь 6 от максимума и 6 урона получаешь. А. Это как бы единовременно. Цельная штука. А это истощение 2, оно сколько будет длиться? Ну, оно обычно снимается длительным отдыхом. А, окей. То есть, как ты поспишь, оно понижается на 1. Альберт. Первый момент... Погоди, а урон? Нет урона. Это, типа, вся способность. Она носит 6 урона и 6 от максимума режет. По комбору. Так. Первый момент. Я так понял, типа, обычно оружие не наносит урона. Какое оружие может являться магическим? То есть, моя способность, которая это усиливает меч, типа, руну добавляет. Считается ли меч после этого магическим? Твоя руна какая? Там, типа, ну, это магия, что творяет... Можно в текст сейчас? Можно в текст сейчас, чтобы было понятно? Да, сейчас. То есть, по факту эффект от этого заклинания будет такой. Вот. То есть, она получает 2 месита от плюс первого, типа, этой. Да, это плюс первая рушь, считается, а плюс первая рушь магическая. Хорошо. Альберт берет такой, типа, проводит рукой по клинку, тем самым тут светиться начинает, получает... Сколько там я там левел получаю? Нет. Два. Два временных хитпоинт. Прикиньте, два. Если я вот так вот пройду, то это нормально, да? Я чуть не помню, наискосок у нас нормально ходить? А, у нас первый диагноз 5, вторая 10, 10. То есть, это вот так будет 15, 20, 25. Нормально. Подожди, почему она не считает? Ну, вот я считаю, смотри. А, я забыл перенастовать именно эту карту. Попробую еще раз пересчитать. Ага, все. Я починю. Я просто эту карту с ДНТ вытащил. Угу. Так, ты используешь заклинание, ты подошел. Это все? Нет. Заклинание за единичку. Альберт только берет ее. Сзади. Клинок вон за это. Фланкирование считается? Да. Супер. Значит, будет плюс 3. Снизу. Сосептабл. Ну, я... Да. Ну, да. Возможно. Ну, короче, Александр понимает и такой, типа, режущий удар прямо сквозь призрака. Пытается нанести. Ну, естественно. 14 плюс 2, 16. Нет. Плюс 1. Ты... И плюс 1, то есть 17. Ты делаешь какой-то мощный... Ээээ... Мощный удар. Но, знаешь, ты... Ты не поймал это тот момент, когда он был... Ээээ... Когда он имел более минифишку форму рядом с тобой. Так что твой... Клинок просто рассек часть его. Ммм... Ненастоящую часть его. Фигнее. Консерваторикс. А? Я могу ходить? Ты можешь ходить. У тебя есть ноги. Ты можешь ходить. Ура. Город сказка. Город мечта. И... Вы слышите, что консерваторикс поет эти строки? И... Волны успокоения отходят от него. Как это правильно называется, Саш? Эээ... Буквально успокоение эмоций. А. Come emotions. Эээ... Окей. Такс. Это у нас... 10-футовый бёрст. Эээ... Эээ... Если что, смотрите, 10-футовый бёрст, это куб. 10 на 10 на 10 футов. Ты должен выбрать, где он будет находиться. Какого из признаков ты хочешь успокоить? Если хочешь, ты можешь успокоить ещё и... Альберта. Альберта успокоить. Альберта. Альберта. Да, наконец-то бой. Розового лечи. Лечу розового. Вот этого. И... И хочу ещё, чтобы Альберт успокоился. А как на счёт встать так, чтобы нас не задеть? В смысле? А он вас не задевает? Он может нас не задеть. Ват, 10-футовый бёрст, это квадрат 10 футов. Ну... Выбранный в пределы дистанции. Он, типа, может накрыть. Можно. Так, чтобы вас не задеться. А, сори, 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 сори. Саш, берите. Саш, берите. Ты потом... Одна клеточка, это же 5 футов, да? Да. Это буквально квадрат, типа, 2 на 2 клетки. Значит, я вот этот квадрат выбираю. А ещё вот тебе неправильно научу. Ты вписано. Ты вот специально, да? Да. Ладно, что где? Саш, я... Кому-то ночью зарежу. Нет, ты будешь спокойно. Нет. Так, у тебя... Я спокойно тебе зарежу. Сложность 19. А не чуть 14. Я у тебя почти не успел. Так, спас по воле. Да. Не, Альберт не надо. Альберт, я пошутил. Альберта не надо. Только призрак. Спас по воле. Ментал у нас какие здесь эффекты? А можно компестейшн Ментал. Окей. Так, у меня успех. Вот ты сука. И это означает, что у него минс 1 штраф на броски атаки. Угу. Статус. Хорошо. Ну, а был, кстати, Рокаба, наверное, спасать. Но это твое решение. Поэтому не вмешиваюсь. Так. Это у тебя ещё есть одно действие? Асерторикс. А? Ух. Как я понимаю, что смыслом не стреляйте. Злука нет. Так же? Ну... У них есть сопротивление урона. Так что ты это знаешь. Так что вряд ли твой лук нанесёт им урон. Альберт такой. Фактически. Консерва, чёрт, а я... Помоги, Ардантору там что-нибудь с вооружием сделай. Максим, я тебе говорю, какой Максим, блин? Нету консерв, нету консерв, блядь. Есть консервы? Нету. Все уже выяснили. Это слишком сложная технология. У средних веков. У нас не средние века. Забей уже. У нас не средние века. Нельзя технологии фантазийного мира относить к технологиям среднего века. Да, если товарищи корабли, то найдет консерв. В такой вот интересный мир. Консерваторикс, помоги Ардантору, блин. Третье действие будет? Эстреторикс. Считаю до пяти. Курит, успокойся. Он прячется. Консервы есть, но не в том смысле, в каком мы думаем. Типа... Не металлические. Весь банки стеклянные. Варочи, заберейте. Засолить огурцы, это по сути же консервы. Да. Так что... Все. Выходит Рокап. Так... Рокап... Кастует... А... Он кричит. Ардантор! Топор! Он это кричит и направляется в его направление. Кастует, короче... Заклинание. Ты послушай, к Ардантору касаешься рукой его топора? Да. Я вот здесь становлюсь. И у него топор становится магическим оружием. Гля, ты гнида. Гля, ты гнида. Плюс 1 на попадание... И 2 на. Кап, Гля, ты гнида. Гля, ты гнида. Гля, ты гнида. А что ты туда бежал? А к тебе подошел, чтобы тебя не было разъеклинать, а ты голову или отошел, гнида? там плюс 1 атаки и дополнительный куб урона вроде как топушки перебили александр понял ходит призрак который рядышком с ордатором и альберта он делает следующее а он отодвигается отсюда вот сюда они подойдут сначала сделать удар потом будет уходить что начало чел удар по ордатору что ли по мой блин просто а это пипец где ты был когда нужно было убивать паладин из 26 просто я не могу у меня так александр проверь пожалуйста что ты там пишешь если ты пишешь просто r20 нет нет типа макс я роляю из чарника типа у меня куплен бестиарий я типа роляю из чарник тебя куплены броски я понял да на терзли знаешь мои игроки тоже мне так говорят когда я нападаю на них типа четырьмя обезьянами с у монстрами и они просто забивают ножами нахуй 12 урона по тебе 12 урона я жив и он так что он сделает второй удар в тебя тоже 22 значит он отсюда улепестывает я позволю совершить по возможности атаку я не могу не применить или могу ты делаешь атаку опросить это ставишь обычный страйк типа если что-то триггерится от страйка то ты можешь это сделать нет который говорит ними к страйке это ты делаешь типа страйк я я я поправлю свои все ахуительные бонусы 1 2 просто знаешь это ты ты был настолько в шоке от удара что просто ударил туда где стоял он но он уже там не был просто прошел и ты можешь ходить да ну а я смотрю он далеко а я поближе так это будет маневр на 25 значительно а секунду я беру в руки топор двумя руками ужас он взял топор двумя руками это твое первое действие да а потом я это писал а потом я использую это за два действия я отбегаю сюда и бегу на этого парня совершаю меня страйк а я давай ты врываешься машешь топорами это плюс 1 это уже это уже это уже да значит 17 мимо ахой второй призрак он делаю буквально следующее это очень мощный удар ты делаешь по нему мощнейший удар как вы видите он почти исчезает мощи и он делал удар по тебе 20 20 20 20 это 20 негативного урона я потерял сознание но ты не умер на него продолжает движение 20 20 20 21 22 22 23 24 24 24 25 24 25 26 30 28 25 25 я жопу блин 5 6 на кубе ну а просто отлично следующий этого короче двадцатки выпадают три раза подряд у меня блин выпадает 5 6 блин максимум три атаки были опустили мою честь вот что у меня упало 20 подходит у вас что-то упало ордон то быть спокоен как мотор ла 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 10 лечение ты получишь 10 вещевого урона ордон торт остановишься спокой как мотор не может так лишь ты летающая как а ябра я твой рот шуба труба шатал твой семья в кино водил бойся меня бразь шуба сюда от бачка шуба это что было а ты его запугиваешь которого кто рядом с тобой ну естественно так это у нас против десеболи и испуган как сильно он испуган один нет но просто сзади альберт стоит материться были страшно что такое кино зачем туда поводил мою семью курс ради рака и строится больше не испуган запугать призрака все правильно талян окей да я знаю что я уже не испугал так я к ним и приближаться не собирался он собственно я вижу что ордон тор торт начинает подниматься в целом вроде консерваторикс и живенький вместе с альбертом я собственно будет помогать об этом топору я короче хочу кастануть пылающую сферу прям под призраков так так что бомбанула у призрака урон там я короче кинул конечно дурацкий там сразу кинулся он заклина так я делаю спас по рефлексам верно верно рефлексы вот они я бросил просто успех половина урона не нет шаляна в чем проблема типа в дмд пойти играть последнее предложение времени нет а окей последнее предложение я не читал значит ничего и я убегаю вот сюда это ты под кого под первого или вот вот под этого можно мне состояние типа надо состояние magic вопрос смотри я кастанова как останову эту штуку она на дистанцию 30 фунтов типа кастуется я должен в 30 фунтов находиться от нее чтобы ее поддерживать футок да а окей тогда я от него далеко не убегаю тогда его здесь стоит мне кажется это логично так спешка не все не знаю у нас будет супер сжатая сфера ну 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 это твой ход вот первый который по этой сферой на это это во-первых найти пати который меня будет терпеть а в чем проблема ну типа есть же база игроков стоит там начать ну у меня к сожалению мест нету на игру так что позвать не могу значит а он издает крик еще раз о сука а так альберт и артатор вы уже приспевали так что вы не делайте с пассы и консерваторик 40 пасс по воле не понятно понятно вам страшно опять стало призрак летит к консерваторикс я знаю кого они мне напоминают они эти я могу уже да Да, но у тебя будет штраф на атаку, по-моему, у него... Какой? У тебя минус 2, сиркомпетенция за беналти. Окей. Минус 2, ситуационный штраф. 18. Это со штрафа. Минус 2, 16. 16. 16, нет. А, да. 16 минус. 16. Сейчас дистанцию перемерю. Да, призрак подойдет к консерваторексу и будет окусывать ему харю. По-ебалу. Э-э-э, 25 бацо. Ясен пень не пробил ты че, Саш, я ж танк. Ты мне говори, крит это или не крит, я ж не знаю, как у 5. 18. Окей, значит, значит, что 18. А, 18. Стоп, у меня 21, да, 21, Саш. Че, 21? Подожди, мы 4-го лову, что ли? А почему, мне кажется, больше, чем у меня? У меня доспех учится. А, нет, АС. АС у меня 20. АС 20. Не знаю, у меня 20, АС обычный, я могу его раздать. Так, короче. Так, сумочку. У Андрея 20, у Андрея с Куган 2, минус 2, 18. Все, это просто попадание. Разобрались. Андрея, 8 уронов, как он тебя бьет своей лапкой. Ну, блин, я не пошел, куда я позволь. А че, у меня настолько сложные игры, что я текстов хочу. А, нет, на моих скорейших фокусах. Ну, я встаю. Я текстовки не понимал. Ну, типа, мне не нравится писать. Блядь, это моя... Блядь. И теперь я не могу... Ты че, давай держишься. Блядь. Ну, ладно, это не важно. Я подхожу. Я буду бить вот этого призрака. Да, давай. С твоим магическим топором, двумя руками. Поехал! Я... Двадцать два. Двадцать два, это попадание. У него еще какое-то говно висит на нем, я не знаю, что это. Это страх, он испуган. Так что... Двадцать три. Там, типа, ему достаточно сильно. Просто ты просто делаешь очередной мощный удар своим магическим топором. Что приводит к тому, что, знаешь, это вот какая-то его эссенция, из которой он состоит. Она просто, знаешь, какими-то брызгами разлетается. И он исчезает. Ура. Эээээ... Атва... А щас ко второму. Тяжело дышать. Хоть кто-то попадает. Конец фото. Альберт. Ну чё, Альберт. С матами подходит, короче. Как начинает, типа, режим секатора устраивать? Окей. Решим секатора. М-м-м... Восемнадцать, наверное, если я могу фланкировать консерваторикса. Да, ты можешь как-то с ним фланкировать. Че, сука, опять 5! 5 и 6! 5 и 6! Опять! Максим, больше не играй в остальные ролевые игры? Че, 18 попадания? Нет, я же говорю, не играй. Нееет! Просто Альберт подходит, делает два мощных взмаха своей катаной. К сожалению, призракнуется слишком близко к консерториксу. Альберт это не понял. Тут просто рассек воздух. И взмахнул. Главное, что не рассек консерторикс. Ковно! Ходи консерторикс. Моя жизнь началась с тестовки, и я тебе так скажу, с его помощью разобралась в себе все. В смысле? Иди сюда! Отбегай от него! Нет. Каков мой путь? Это самурай гоблинского разлива. Саш, как у меня эта фигня называется для бафа моих дегродов? Кого? А-а-а-а.. Inspire Courage... Что ты им кричишь, чтобы их вдохновить? Вы мои нейгранты, я вас люблю! Я не вижу вы! Прыжмит в чат Então, жёст舞 Правого Ордантора и Альберта, который матерится и мостаّтcycle там махает катан направо-налево У них был один статус, один раунд — Максим, вот в 19 попадёшь. — Да-да-да. — Мне кажется, плохо. — Из вторых, у тебя ещё есть два действия. — Ага. — Бракап. — Ордантор. Будь спокойный, как мотор. Ну, по-братски, чисто. — Ага. — Ага. — Ещё 11. — Понял. — Бракап. — А, окей. Ну, я сустейню топор и сустейню сферу. — Топор нестопор не надо сустейнить? — Да. Вот тогда отлично вообще. Ну, короче, сфера, как шаровая молния между ног Орданторе и Альберта полетает, излетает, короче, в тело призрака и останавливается в его голове. — Давай. — Прожми её для урона. — Спел. — Окей, так, это 11 урона на провале, и он провалил. — Я понял, что быть этим персонажем не приятный. — А, ты видишь, что? Он горит постепенно? — В принципе. — Ну всё, я больше ничего не буду делать. Буду с тобой стоять. — Так. — Какой-то призрак? — Так, это который... — Который забирает хп. — Который забирает хп. — Окей, так. — Он понимает, что Ордантор более ранен, чем Констерраторикс. — И предполагает, что ему будет проще разобраться с ним. — Ха. — Поэтому Ордантор будет атаку по тебе. — Ага. — Он вытягивает свои руки к тебе, загребущей. — Ага. — Попадает и в тебя 25. — Да. — Тогда ты становишься... Вытянутый один. Истощённый. Вытянутый. — Это Дрейн? — Дрейн, да. — О, это хорошо. Я легко это лечу. — Готов. — И за своё третье действие... — А, что никто нажёг? — Он бьёт тебя... — Что, блядь, происходит в этой игре, нибудь? — Только не говорю, что опять Крин. Иди руки помой. — Помой руки. — Давай, если не будем убивать, мне кажется, я вас так убью. — Ха-ха-ха. — Попытайся. — Это 16 урона по Ордантор. — Андрейн, 16 урона и жив. — Ты можешь себе отметить это где-то в статусах? — Да, я не нашёл. — Да? Ну ладно. В чарнике я себе отметил тебя. — Ордантор. — Ордантор, за это ты мне буш на... — Ордантор, за это ты мне будешь на плечиках катать, да? — Всё. — Ордантор. — Ордантор! — Это я. — О, считается ли он окружённым? — Для тебя? — Нет. — Блин. — Я в ней. — Ну ладно. — Аааа. — Это да. — Это да. — Ааааа! — Сука. — Криньцевой! — На 17 он не умрёт? Это первый урон, кажется, нет, это первый урон, это второй урон. А, второй урон, еще граната, понимаешь, три урона, и вот 20 урона мы не слим. У тебя еще бомба вторая была, что ты ее не кидаешь в него? Я наношу 2d12 плюс силы, типа, версус бомба, которая наносит 1d8, типа, плюс 1, и не лечит меня. Ты видишь, как Ордандор делает несколько мощных ударов по этому призраку, из которых попадает 1d8? Чё, призрак совсем? Едва... чуть не сказал жив, он едва мертв, он едва... он едва, в общем, едва-едва. Он едва-едва или призрак? Ну, Альберт такой. Чё? Альберт, включи микрофон, подай нам знак. Эй... У меня микрофон выключен. А кто я лежу в угле? Это Ордандор или призрак? А, оба. Оба. Включи микрофон, промаж дважды. Промаж дважды, да. Короче, с матами такие. Три удара! Хо-а! Хо-а! Ух ты ж ни хера себе! Просто... Третья атака, кажется. Охуеть. Я даже, наверное, в 21 попал третьей атакой. А, Альберт просто делает несколько низовых ударов своей катаной. Просто, видите, как брызги летят во все стороны и призрак мертв. Альберт такой в воздухе. Букву А вырезает. Понимаете? Ваг, Ваг, Двизин, ты бьёшь катаной брызги во хистрою и тут понимаешь, что ты бьёшь по консерватории. Хе-хе-хе-хе. На тебе теперь на одежде вырезана буква А. Хе-хе-хе. Типа, такой... А, ну, я не поощряю ана... Типа, анархию, но, типа... Получилось неплохо. Альберт! Альберт! Я беру добрый... Я беру добрый такой... Мама, анархия, папа, стакан портвейна. Что это там было? Я такой... Какие-то странные призраки попались. Что-то здесь не так. Я, блин, попасть не мог. Они, вон, как Ордан Тора избили и надругались. Сука. Я подхожу к Ордан Тору и такой... Смотрит на побледневшие руки. Эээ, блин. Я подхожу к Ордан Тору и такой... Дилда, ты цел, да? Ага. Все, теперь катай меня, да? И залажу на Ордан Тора. Так. Мастер, можно? Нет. Я полечу Ордан Тора, но перед этим я возьму у Игиля вот этот амулет на проверку лечения. Ну, я думаю, да, можно. Окей, я тогда его... Хорошо, я так понимаю, вы хотите остановиться здесь немножко? Перемотать в раны? Я хочу ему сразу перемотать в раны, пока он... Да. Если хочешь, то можешь сам перемотать Ордан Тор, ты же умеешь. Ну, да. Ну, вот, короче, тебе амулет. Держи. Чё он делает? Ну, это если ты, короче, чё-то не так перевяжешь, ну, будет не очень больно. А, окей. Это... это успех? Да. Это успех. Это 2d8 плюс 0? 2d8 плюс 0. Найс. Ну, вот, везде сидите минут 10. Отдыхаете. Это такой... Саш. Я оглядываю... Я оглядываюсь вокруг, чтобы найти что-нибудь хотя бы относительно съедобное. Даже, может быть, кусок какой-нибудь птичка полугнилая сойдет. А сейчас я закинул перцепшен. А сейчас я закинул перцепшен. Как вы видите, что здесь консерваторикс отправился изучать, осматривать эту поляну, скажем так. Да. Не то, что это поляну. Ну, всё же. А, пока там рака... Пока ордоно себя перематывает, консерваторик ходит и смотрит, рака... Да, что ты видел ещё? А, во-первых, эти привидения оставили после себя эту эктоплазму. Я, как алхимик, понимаю, что эктоплазма, она в целом может являться алхимическим ингредиентом. Или каким-нибудь ингредиентом, не знаю, например, создания этих талисманов. Их? У меня нет. У нас, скорее, как просто... Колян, я тебе скажу, у нас 7 битвы какие-то такие. Я ни в крына попасть не могу, враги критуют. Какой-то компонент для заклинания. Как вы это уже все знаете. И заклинания, которые достаточно капельки крови, чтобы их сделать. Окей. Ну, в любом случае, я возьму мелкую пробирку и пособираю аккуратненько... эту эктоплазму. Вот. Плюс, всем своим крысоканам дам понюхать эту эктоплазму. И чтобы они, на случай, если что-то подобное чувствуют, били тревогу. Чем занимается Альберт? Альберт такой смотрит и говорит, так, они возродиться же могут. Надо бы уходить, наверное, или что-то с этим сделать. Да, это как его... Они типа на следующий день или через два, а может через три. Кто их знает, неграмманы здесь. Можно окинуть оккультину, чтобы предположить, через сколько призраки вернутся? Альберт. Нет, нет. Это звучит, Андрей, не так. Это означает, могу ли я понять, через какое время возражаются призраки? Могу ли я это понять, Саша? Альберт. Да, ты там можешь прикинуть. Ты должен мне как раз до этого бросить, чтобы не сам брать. Либо религию, либо... Ладно, удачи. Возвращайся. Ты задолбал. Что такое? Рокап тоже хочет понять. Если он точно знает, он скажет, что типа убедит консерваториксов в своих данных. Альберт. Значит, смотри. Ты предполагаешь, что они перерождаются в промежутке где-то до недели. Консерваторикс, ты предполагаешь, что они возражаются тут же, в том месте, где они умерли. Ребята, подел уж и уйдём отсюда, да? Я про тоже. Надо уходить и оставить плазму тут в покое. Они сразу не поднимаются, вы что? Они поднимаются сразу, да? Уходим. Да погоди. Ты сейчас совсем забыл. Я сейчас твои клыки покажу. Пошли отсюда, да? Мы когда были в этом храме, как же его там звали-то? Ням-ням-ням-ням. Нет, его звали не Ням-ням-ням. Пошли. Да я сейчас вспомню мужика, как его звали. Который... Паша, я из Гиды что-нибудь нашёл? А, Юрланд. Ну, еду какую-то я искал. А-а-а... Так, если ты здесь походил... Не забывай, что понятие еда для меня более растянутое понятие, чем для остальных. На самом деле ты здесь походил, как будто здесь вообще почти нет ничего живого. А-а-а, ты нашёл какие-то горстки, пепла, какие-то... Косточки. Как будто из них можно собрать целый скелет здесь. Ребята, тут очень нехорошо, надо уходить. Я тупо начинаю идти обратно в сторону деревни. Я говорю, кто со мной, тот со мной, тот и буй на вас. Пока. И я иду ухожу. Да погоди ты, что-то такое трутишко. Ты же, что-то... Я игнорирую. Я игнорирую Ракава. Да не станут они. Нам этот Йорлот ещё говорил, что надо палить святой водой. А то примерно через четыре дня они там встают. Но, как мне кажется, они там в промежутке около недели могут восстать эти призраки. Поэтому призраки не восстанут. Не боясь. Чё-то я тебе не доверяю. Моим данным не доверяешь? Да. В принципе. Ну как, смотри, мы их убили. Они лежат. Лежат. Всё. Вас, значит, может быть, с тем более учитывая, что некромант неподалёку. Альберт, пошли! Короче, пошли. Альберт, смысл с ним спорить. Пошли. Мы же шли за... За баками, а не в деревню. Мы продолжаем идти или испугались? Мы продолжаем идти в деревню. Это в другую сторону. Отлично. Типа, я могу открыть нашу реализированную карту? Кажется, призрак овладел моим телом. Кажет Эртантор. Это всё такое дело. Чё мы тут делаем? Чему мы вдруг странно не идём в деревню? Ну, короче, мы пока шли, если ты помнишь. Игиль сказал, что очень хочет посмотреть, вернётся ли фадзон. Ему что-то с ним надо было перетереть. Ага. Вот. Мы, короче, думали, как же нам фадзона дождаться, потому что он как бы пошёл в деревню, потом вернётся. Плюс мы видели вот этих, короче, зомбарей. Мы там сопоставили там хер с пальцем. Поняли, что, скорее всего, они на этот альцатир нападают, проходя мимо этот курган могильный или как он там называется. И, по всей видимости, они там швудят и возвращаются. Ну, их было, походу, штук пять. Штук пять – это явно не один микромант. Так. Вы уже поговорили с древидом? Да. Да. Чё выяснилось? Ну, он сказал, что если кто-то заразился, то есть шанс выгнать этого. Споры с помощью изгнания, как там, ну, на другой план, ну, на родной план. Я забыл, как называется, где-то там записано, на книге. Так. Вот. И ещё есть очень сложный ритуал, чтобы очистить тело от спор. Ну, когда ты уже, собственно, провалил все шансы выжить, и они захватили твое тело. Ну, нафига это надо, я не знаю. И это как-то очень сложный какой-то ритуал. Ураг отмахает рукой. В целом, ты же видел, как эти зомби шли? Они шли не как зомби. Они крались. Да мне насрать. Какой у нас вещь? Ну, смотри. Мы узнали, что нужно делать с этими чуваками. Мы собирались ищить, куда мы пойдём дальше. И, кажется, все хотели пойти помочь воеводе. Ну, да. Ну, пошли. Ну, погоди. Смотри. Если это те зомби, которые нападают на ту деревню... Как же там звали-то? Альцатир. То за них награда. 50 золотых. Со всех? Ну, разберёмся, с какого хрена они нападают. И 50 золотых наши. Вы уже поговорили с заказчиком. Я заказ получал. У меня всё здесь записано. Ещё есть этих дрейков перебить. Ага. И за яйца дрейков. За них платят по 5 золотых. Если я не ошибаюсь. Могу записи переверить, если надо. Ааа, окей. Мне бы отлежаться? Так и мне, вроде, тоже. Меня как-то укусило этот... Раньше никогда так не кусали. Да. Так ты как, совсем идти не можешь? Ну, скажем... Один чёткий удар... В челюсть. Я могу потерять сознание снова. Я щас тебя ударю в челюсть, если мы щас тоже в секунду не пойдём. Ааа... 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 А если через часик тебе ещё раз перебатать? У Альберта зелье лечения есть. Я ему выдал с утра две штуки. Ну, они что? Или лечение нужно? Так. За пару дней лецитер не исчезнет. Так что... Пойдём по спинам. Держимся. Теперь нам свои силы. И так далее. Ааа... 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 Ну, как второй призрак появился практически из ниоткуда. Ну, да. Ага. Так мы как бы в тёмном лесу в этом. Тут везде он может вылезти. Ну, да. Поэтому пошли-ка в деревню. Отлежимся. Короче, это... Это не спор. И Ордантор пошёл за... За Серваторексом. Ну, ладно. Давайте убьём в Ракаба. Ааа... Зачем? Ты это говоришь как... Ээээ... Задумчиво. Очень тихо и задумчиво. Окей. Очень тихо. Прямо очень тихо. Ну, тебя по всей видимости никто не слышал, потому что ты ушёл куда-то далеко. Да. Ну, как хотите. Куда идёт Консерторекс с Ордатоном? Куда мы пошли? Ну, куда шли до нападения призраков? То есть, вглубь леса идёте туда по следу призраков. Ну... Да, кстати, да. О, не призраков, а по следу зомби. Зомби. Нет. Нет. Идём в Этлинор. Зачем? То есть, получается, у нас следующая ситуация. Есть падение порядка, на которой стоит... Эээ... Ракаб. Альберт. Эгиль. И пёс? Не, Олег со мной. Олег со мной. Он уже за мной ходит. Пёс идёт. Хорошо. Пёс идёт с Консерторексом в одну сторону. Ордатон идёт в другую сторону. И трое ставят посередине. Нет, в целом, если бы на прошлой игре был бы Глад, мы бы, возможно, этими зомбаками бы и не шли. А теперь мы, как придурки, туда-сюда-обратно дёргаемся. Да, поэтому идём за зомбаками. Нет. Чё, нет? Ага. Там было пять зомбаков, так? Четыре. Да, может, и не зомбаки вовсе. Погоди. Где-то след... Я могу попросить, чтобы Консерторекс показал мне непосредственно следы этих зомбаков, а у меня ощущение, что моя шкала... Зомбечность, правильно сказать. Что? Да тебя укусили на один, меня укусили на два. И я всё равно не ссыкую от этого. У меня 9 хп. И... На зелью лечения улети. И там четыре зомби. Ну, давай, типа... И там, скорее всего, курган, да? Из которого выходят зомби в деревню. Не-не-не. Сейчас они возвращаются к кургану. Где, может быть, есть ещё больше зомби? Это были призраки. Нам нужно разобраться с зомби. Ладно, что ты хочешь сказать? Ардатор, Игир видишься тебе очень хорошо. И он сделает следующее. Пока в этом 10 минут отдыхали, он потрогает тебя... У него это есть или нет? Он тебя потрогает за плечо. Так. Восстанови себе 6 хп. Это раз. Ага. Это ещё 1d8 плюс 8. Альберт такой на эту страну смотрит. Чего у вас за отношения? Это ещё 15 хп. Ага. Ну ладно. Да. Можем идти куда хотите. Да может не. Сейчас чуть пройдём и сядем отдыхать. В чём проблема, хлопцы? А? Теперь можно и зомби пойти убивать. Давай мы... Давайте мы зомби убивать не будем. Они добрые. У нас здесь более зелью петрофорно убить. Допустим, пустобочка. Консерваторикс. Пожалуйста, покажи следы. Эти зомби. Саш, я очень нехотя с вредной мордой показываю. Я же их вижу или мне бросить их что-то? Пёс как бы нашёл, так что... Не прошло так много времени, чтобы он избился, так что... Условно говоря, пёс тебе и указывает. Да. А ты указываешь на то, что указывает пёс. А Олег? Я наклоняюсь такой. Олег, хороший Олег. Ну, отлично. Не зря купили. Короче, Ракап присядет на карты как гопник. Из его рукавов выпрыгнут эти крысы. Я с ними пошушукаюсь. Я хочу понять... У них тоже есть неточный запах, как у Олега. Но у них можно их спросить. Есть ли у этих следов какой-то гнилостный запах, типа как у трупов? Потому что Ракап думает, что возможно это вообще нифига и не зомби были, а так и не были. Что-нибудь, не знаю, там ряженые или на них было заклинание типа иллюзий. Ну, собственно, я хочу это проверить. Может мне кинут что-нибудь за крыс? А я не могу. Мне их не дали. Вообще у них нет нюха? У них есть неточный запах вроде как. Но я смотрел у крыс как на рой крыс. У Роя крыс нет. Точно? Точно. Тогда, тогда, тогда. Тогда я у них ничего не спрашиваю. Они понюхать могут. Кого нет? Понятно, я не знаю. А я сейчас сам пересмотрю. Том? А где это видите? У гигантской крысы. Ну еще гигантскую идею и уговариваю со мной ходить. А мне почему-то пишет типа запах. Погоди, погоди, погоди. Вот я собственно открыл чарник этих крыс. И у них типа там слабое освещение. В смысле, зрение при слабом освещении. Потом запах в скобочках неточный. 30 футов. Прости. Где меня это посмотреть? Короче. Ну давай я скину в этот. Короче, скину скриншот, но я в любом случае кинул внимание. И не тебе говорю, что Слишком много. Слишком много запахов. Окей, я пройду подальше от места боя. По этим следам. Здесь тоже много запахов. Ну они хотя бы как мертвичины пахнут или как? Пахнет. Ахнет. Ну ладно. Ну я попробую. Ну что идем дальше? Надо двигать дальше. Все это... Во-первых, неудобно тут. А вообще нормально, что призраки вы улетали из земли. Откуда мы еще вылетать из них тела в ней? То есть по твоему мы ходим по... над их могилами что ли? Мы... Чисто технически мы скорее всего в принципе ходим все время по чьим-то могилам. Просто... Где-то всегда есть... Кто-то... Где-то... Кто-то всегда умер. Как раз... Ты что, философ попадался что ли? Я Барт? Да? Трунь? Трунь. Странная. Ладно. Двигаем дальше. Ну что, собака твоя путь возьмет? Олег? След? Саш, я отойду. Пять минут. Как раз Аркапа выговорится. Да говори Аркапа. Что? Микрофон забыл включить. Поскольку здесь, как я понял, полно косточек мелких, правильно? Ну не везде. Ну я собственно какие-то мелкие косточки подберу к себе. Мы еще за день до этого ели кратчатину. Я там тоже, по всей видимости, пока ел, мог съесть и оставить себе эту счастливую косточку кратчатинскую. Вот. Я вот собственно вот эти косточки собрал. Иду и инструментом в виде там штихелей ковыряю эти косточки, что-то из них вырезаю. Ты опять мертвецов мучаешь что ли? Коломучью. Это же косточка обычная. Так ты сам воскрешаешь эти косточки. Ну и смертвецов мучаешь. А если у курицы вот эта косточка, которая как буква Ю, да? Типа той же или утки. Ну, она тоже считается счастливой, да? Ну, это поверит. Так что если найти огромную курицу-утку... Или дракона. Не-не-не. Курицу или утку. И сделать из этой косточки, гигантской курицы, гурицкой, себе роганку. Будет ли она счастливой? Счастливой. Кто его знает? Но она, по крайней мере, будет весьма необычной. Я не помню, хауфринги здесь... Счастливые? Счастливые? Хауфринги здесь. Ну, такие, они... Удачливые, точнее. У них, по-моему, есть только духовное богатство. Если я не ошибаюсь. Ну, типа, единицы не перебрасывают? Нет, это, типа, очень редко способность перебрасывать единицы. Ну ладно, этот. Они, погоди. По-моему, есть. Да. Есть. Один раз день можно везти. Ха, ну. Они, типа, удачливые? Так вот, почему? Вот эти каратышки, они, типа, удачливые. Так может, и оружие будет удачливое, если сделаем. Ну, так надо тогда сделать. И проверить. А для этого нужно сначала найти большую курицу, да. Да. Ну, типа, огромный. Средний. Не знаю. Типа, с человеком. Может быть, с гоблином. Ну, типа, достаточно большую, чтобы получилась рогатка. Убить ее так, чтобы не снимать ту кость. Ах. Что вы хотите, вообще? Ладно. Это и так. Пока идем. Идете. Собственно, пока вы идете. Местность немного меняется. Собственно, становится чуть более мшистая. А-а-а. Вы понимаете, что место... Да. Чувствуется, да. Чуть больше влаги. Как... Замечательно, что здесь... Вы начинаете двигаться постепенно по небольшому склону вниз. Там, среди каких-то подсохших деревьев, вы видите, что некоторые из них уже возвышаются. Много над... Как будто много над землей. Как будто... Часть почвы здесь... Вымыла. Хм. Вы видите, что... Где-то там, дальше... А-а-а... Уже немного по земле стерется. Совсем все маленькие туманчики. Среди этих вот... Мха... Травы... Стран. Я думаю, Артантор... Замутит себе десятифут вышеств. И будет... Чипа. Идти на ощупь, так сказать. Потому что туман, он же закрывается, это... А-а-а... Нет, он особо не закрывает... То, где вы идёте. Вы видите этот вот... Всю эту... Вот этот... Растительный покров. В целом это видно. Это... Особо не мешает. Он просто здесь стелется так. Ммм... Окей. Ну там мало ли там какое-нибудь место, где типа куча ила. Всё равно лучше в неё не попадать. Хорошо. Ты... А-а-а-а... Консерторис ведёт. С псом. А-а-а... Артантор взял какую-то палку, идёт, проверяет... Э-э... То, где вы ступаете. Противопехотные мины ищут? Конечно. Да. Ты не знаешь, что это такое. Ну это какашка животного. Не знаю. Если мы приближаемся... Мы приближаемся или нет? Вы куда двигаетесь? А на глобальной карте мы куда сдвинулись уже? Мы по следам двигаемся и вроде как. Ну типа по следам можно более или менее определить насколько они свежие. Насколько свежие следы? А-а-а... Кэти? Угу. Я думаю... Эти следы из вас видит разве что... Так... Эгиль не видит. Артантор видит их. Он видит также их ещё Консерторис и Рокап. А-а-а... Вы можете прикинуть... Типа человек их видит, если вы хотите. Вы можете понять, что следы достаточно свежие. Так что вы уже достаточно близко. Что прокинуть надо? Я уже прокинулся. А-а-а... Вебмастер, а можно понять... Здесь вот собственно пять существ шли и собственно десять пять часов существ входит? То есть никто к ним не прибавился случайно? То есть это следы пяти или уже десяти или двадцати? А-а-а... Нет, здесь следы всё ещё пяти. Окей. О-у-у... И... Э-э-э... Э-э-э... Артантор, пока ты... Э-э-э... В этом предупреждаете идёте... Осмотрели, остановились следы... И ещё пару шагов ты... В какой-то момент... Э-э-э... В свой... Э-э-э... Ты поднимаешься на... Э-э-э... Э-э-э... Какой-то более глубинный... Ты слышишь, как... Э-э-э... Шест проходит сквозь... Э-э-э... Слой... Мха... Какой-то в воду... Знаешь, там... Мок как-то приминается... И у тебя там ощущение будто... Твой... Шест... Поткнулся не на землю... А на что-то странное... Будто... Будто оно более упругое какое-то... Много даже отпружинило шест... Хм... Артантор поворачивается... Лишь для того, чтобы увидеть кадр в скиле... Как у него за спиной появляется аллигатр, нахуй... Хм... Хм... Кто появляется? Хм... Хм... Аллигатр... Хм... 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 В болото... Ты опять персонаж, что ли, меняешься? Я чуть не понял... Нет, нет... Я... Я делаю предположение... Хм... Хм... Я... Хм... Какая-то... Хм... Я чё-то нащупал шесток... Может, это ловушка... Может, это... Мешок с водой... Который, типа, не протекает... Чё-то упругое... Может, там Тру... А... Ну да, логично... Могу я... Пораскидать... Эээ... Мох? Эээ... Да, можешь... Я... Я... Я понимаю, что ты хочешь... Ты хочешь рассказать... Да, ты много раскидываешь мох... Эээ... Эээ... Это... Это немного в стороне от той дорожки, по которой вышли... Эээ... 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 Ты... Раскидываешь этот мох... Ты смотришь нам через эту... Какую-то грязную воду... Которую ты несколько спаламутил... Эээ... Эээ... Видно, что там... Находится как будто... Несколько... Несколько мячиков там... Из-за этой грязи... Никакого никакого ни цвета... Они... Размером из твой кулак где-то... Хех... Тантерл смотрит на эти мячики... Блядь... Смотрит на право... Смотрит на лево... Смотрит на право... Дам аллигатору... Я не знаю... Хех... Ну типа я... Я пытаюсь опознать чьи-то яйца... Хех... Чё это такое? Эээ... Ты меня можешь... Бросить... На... Сейчас найдусь... Эээ... Очень странная проверка... Пожалуйста... Трэвелинг... Секретная проверка оккультизма... А, ебать... Оккультизма... Я не владею оккультизмом... Это важно? Эээ... Это неважно... Окей... Эээ... Дерьмо... Хех... Мы ведь весь этот эксперимент можем тоже за плеча посмотреть? Да... Уже... Трэвелинг... Смотрит на это дерьмо... И такой... Чё это за дерьмо? Протатур, ты предполагаешь, что это... Эээ... Икринки... Эээ... 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 Куркуня... Эээ... Насохи, я же сказал... Эээ... 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 Украинской жабы... Ээээ... Аээ... Эээ... ...просто остальные этого смотрят, чтобы это случается и пытаются поднять... Эээ... Ээээх... Солеканские жабы... Офту 위에 физму... А Рака... Ну, твой персонаж не понимает, что это просто оккультизм, Да? Угу... Ага... Окей... Окей... Это у нас кинобатарее известная... Рака по консервторекс вы предполагаете, что... Это явно не природного происхождения, но вы сможете точно сказать, если вы это достанете. Я это достаю. Руками? Нет. Еще один, который тычет руками куда не надо. Нет, я беру две палки, как хочу какими-то китайскими палочками попробовать. А что там? Они с кулак. Это все еще возможно, окей? Все еще возможно. А небольшой вопрос. Подожди, а Альберт там находиться? Ну, ты можешь подойти и посмотреть, в чем они находятся. Чего вы делаете? Саша, я еще заматываю лицо плащом и рукава, что-то... Короче, палки трогаю не голыми руками, а рукавами. Тебе помочь? Ну, это смахивает как будто рукотворное. Консерваторик, блядь. Консерваторик достал. Мои... А, стоп. Тебе помочь? Вопрос. Тихо, тихо, Саша, можешь вопрос? Я своим заклинанием, которым кидаю предметы весом в булку, могу вытащить? Ну, ты отправишь ее куда-то в космос. Не могу только что. Ну, типа, ты можешь ее вытащить и потом пытаться поймать? Альберт, лови. Чего? Я кидаю эту штуку, Альберт. Я разрезаю Консерваторикса. Успокойся уже, а! Надо достать ее оттуда. Надо достать, отойди и дай я достану. Я отхожу... Три раза спросили, тебе помочь или нет. Вместо этого ты зачем-то ее в менях ушли. Погодите, 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 погодите. Сейчас она ударится. Может, не нанесет урона, но она разобьется. Пирамоны. Сюда припрыгает жабка. У Родон Тора, типа, все это калькулируется в Гроллендхвей. Ищет кусты, чтобы в них спрятаться. Ну, здесь есть такие большие, совсем большие эти. В них можно спрятаться, разве что лежа. Александр. Ну, это кусты в стиле Ассасин's Крида, в котором подходит мой фит про кусты Ассасин's Крид. Че? Какие у тебя там кусты Ассасин's Крид? Типа, три рассинки, которые растут из земли, и в них можно спрятаться? У меня буквально фит, который позволяет, как в Ассасин's Криде, прятаться в кустах. Грубо говоря. Если мы подождем 10 минуточек... Короче, я прячу... А, ты на них сразу... Че ты рака там хочешь? Я говорю, 10 минут подождите, я с помощью маги это подниму. Надо? Александр, скажи, Мэйдж Хэнда можно это поднять? Да, можно. Да они просто надоели там придумывать, сейчас катапульту придумают, которая оттуда это достанет. У тебя есть Мэйдж Хэнд? У меня есть Мэйдж Хэнд. Доставай. Я 20 раз у консерваторикса спрашиваю, помочь или нет, он всякую какую-то муть гонит. Да, мы думали-то руками, как он. Я не знаю, как он, а я руками ничего не трогаю. Я не трогал эту штуку руками, я ж не трогал руками. Как человек, который занимается адвокатской деятельностью, иногда приходилось быть на местах преступления. Магическая рука позволяет не отставлять отпечатков, и не сильно тревожит ее лейки. И он такой, типа, магической рукой достает это хрень оттуда, если получается. Но как можно дальше отойдешь, чтобы дальность руки позволяла. А что, ты можешь таки входишь на 30 футов? А если хочешь. Вы остальные тоже отходите или нет? Я хожу, да. Ну, я в кустах. Вы вспомните, как появляется мишка рука, которая опускается в это болото, куда немного расходится. Оттуда, ты понимаешь, что один этот мячик, он... Александр, тихо, начал говорить. Так, я не знаю, сейчас я поправлю все. Собственно, ты опускаешь туда магическую руку, он начинает поднимать этот мячик. Как он поднимается из воды, ты видишь, как там какая-то грязь нависла, еще что. Он достаточно бурный, но как он начинает стихать, этот вот весь этот ил, под ним вы видите то, что это... какой-то синяя, синяя икринка, внутри которой вы видите странную... там, как бы правильно сказать... странный головастик. Он более темный на просвете, вы... Видите, что у него не один хвост, а их пять. Только один более крупный, более вытянутый. Он там находится, в какой-то несколько скрюченной позе, и... Такое ощущение, будто это... будто он нам даже несколько... перцает. Можно понять, что это? Да, ты можешь им тоже секретный акультизм. А мы с консерваторик самозаблуждались, потому что мы думали, что это рукотворная фигня? Или мы что-то узнали? Нет, я сказал, что это неприродное, я вам сейчас посаду расскажу, пока Альберта бросается. Дождемся от броска Альберта. Альберта, к сожалению, понять не может, но вот Ракапа и Консерваторикс, вы предполагаете, что это похоже на какую-то... какое-то существо явно не природного происхождения, оно явно не из этих мест, либо вообще откуда-то не отсюда. Это существо явно не зверь, не монстр. Возможно, это даже некое порождение космоса, назовем это так. Ужас. Вы можете смело предположить, что такие вот личинки, или головастики, они явно несут некое проклятие. Или что же ты так глотаешь? И я вот это уже забудить хочу. Просто... Я не знал, что я громко глотаю, ребят. Что, вы слышите, как он глотает, что ли? Да, и это мерзко. Оно будто... Ничего, какое-то порчу на то, где оно находится. Мастер, можно, если я так уже вбрасывал про то, что есть зомби со щупальцами. Мы вроде видели зомби со щупальцами в руке. Я могу что-нибудь пробросить, чтобы сопоставить два этих факта? Ты можешь сопоставить эти два факта как хочешь, но... Твой персонаж как бы... Тут, 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 только твоя обстоятельность. Как... только твоя. Окей. Собственно, пока Альберт держит все это дело в воздухе. Рокап подойдет поближе. Посмотрит так... Ну, прям вплотную. Я хочу получше разглядеть это существо с пятью хвостиками. Есть ли у него рот, глаза? Да, это голова сик. У него есть рот и глаза. Я, короче, стою, что-то там бормочу. У меня на плечо вылезает крыса. Подношу плечо. Эта штука пахнет как-нибудь? Каким-нибудь феромоном или запахом? Ну что, Рокап... Может быть, и Рокап сам чувствует запах этой фигни, нет? Оно пахнет болотом. Хм... Хм... Ну, давайте, ребята, хотя бы, может, поймем, опасная эта херня или нет. Давайте положим ее вот на камень. И чем-нибудь сверху долбанем на расстоянии. Чё, жалко? Я... Не жалко. Ты опасный такой, что... Не, просто мало ли, если бы мы шли и наступили. Это опасно для нас, когда мы будем идти или нет? Так чё это такое, это вообще? Просто мало ли, какие животные... Хрен поймешь. Ну, походу, это вообще что-то не из нашего мира или из космоса. Эти пять хвостиков меня смущают, они мне не нравятся. Так оно опасно. Я предполагаю, что это... Личинка. Если ее побеспокоит. Ну, она, типа, пустотел такая. А, да я тебе съем. Или тебе куда-нибудь заползу. Значит, надо жжечь. Ну, давай сначала проверим, триггерит она или нет. Кого? Как с бабкой. Ты сейчас долбанешь, она вырвется и куда-нибудь заползет. Огонь помогает практически против всего. Рокап, ты меня сейчас трагеришь на убийство тебя, то что успокойся. Сжечь надо, ничего экспериментировать. Опасная штука, если вы говорите. Давай сделаем как с бабкой. Долбанем и я ее сразу огнем, если что. И все ее, если что, долбанут. Мы хотим ее поймем. Может ли нам идти дальше? Смотри, я хочу сказать, что я беспокоюсь идти дальше. Я хочу понять, что эта штука не работает как капкан. Для этого нужно все-таки ее долбануть. А если она будет работать как то, что ты ее уничтожил, она быстро на тебя нападет и убьет? Мы ее на расстоянии бьем. И? И настроим. Если она начинает вылезать и куда-то пытаться, не знаю, кому-нибудь схватить, мы ее уничтожаем. А ты уверен, что не успеешь? Это же мелкая. Это же мелкая хрень. Наверняка успеем. Мелкие бывают довольно-таки быстрые существа. А, смотри, смотри. Наверняка мне что-то не подходит. А на сколько это крупный головастик? Ну, он где-то размером с... Типа она где-то с кулак, а он где-то размером где-то с пальца три. Окей. Смотри, что у меня есть. И я достаю котелок с решеткой, которая как крышка загибается, типа как скороварка, которую мне делали. Давай его сюда посадим и долбанем. Через эту хрень он не вылезет. А если он сильный? Посмотри, толстые прутья. Я это для другого, конечно, делал, но здесь пригодится. Мы не знаем, что это такое. Давай, аккуратненько повезти ее в этот котелок. Когда-нибудь ты умрешь. С такими экспериментами. Альберт смотрит на консерваториксы и Ордантор, а тебе что-то. Я подхожу к Альберту и говорю, ой, дуракон, ой, дуракон. Да я понял. Ну, погоди, погоди. Ты хочешь сам туда идти ногами? Если бы не Ордантор с его шестом, кто-нибудь в эту хрень бы наступил. Не факт. Я проверяю все. Ну, короче, ладно. Альберт помещение... Альберт, магической рукой протягивает тебе эту хрень. На, делай что хочешь. Ну, я ее в котелок ловлю аккуратно. Ставлю котелок. Закрываю это... Тюремную камеру. Если что, стреляйте себе и себе. Альберт, короче, куда-то уходит и прячется. Я с Альбертом. Ордантор. Ты где там в шестах? Дай палку. Сделай. Все сам. Ну, есть где-нибудь здесь поблизости палки? Я думаю, ты можешь походить. Я... Ну, ладно. Прямо где-то из кустов, рядом с Альбертом, достаю палку. Я хочу сделать следующее. Поскольку она длинная, я хочу по ней стукнуть и понять, стригерится ли это существо в этой кастрюле. Если оно стригерится, ракап отскочит на то расстояние, которое он может отойти или отскочить в этом случае, если он ее триггерит. И... Ничего не происходит. Ракап подойдет поближе, посмотрит. По... По... В смысле... Побьет по этой штуке еще, много раз. Прям, чтобы, если оно могло стригериться, чтобы оно точно стригерилось. Ничего не происходит? Ничего не происходит. Я подхожу над котелком, смотрю. Все нормально? Все нормально. Окей. Я беру какую-нибудь сторону этой палки над этим котелком, чтобы прям потыкать это палкой. Ну, поскольку палка, видимо, у меня какая-нибудь кривая, я в любом случае отгибаюсь от этой всей кастрюли, тыкаю в эту икринку палкой. Ничего не происходит. Ну... Мы проверили. Че будем с этой херней делать? Сколько этих икринок может поместиться в этот... Как он называется? Котелок. Ну... Три поместится? Котелок. Ну, я думаю, три поместится, но он как бы у вас... Вы видите, что там есть только еще одна. Их там две было, да? Всего две. А, окей. Ну, давай так сделаем. Альберт, давай, поскольку я не заготовил, перемести сюда и вторую икринку, и мы их закроем и оставим здесь. Собственно, если Альберт не помогает, я кладу туда вторую икринку. Сколько? Пока это все происходит? Ардантор, ты замечаешь, что где-то... Вдалеке ты, пока в среднем видишь, будто кто-то очень большой ходит. Ты поворачиваешься, и ты видишь, там вдалеке, ниже по склону над болоте... В этой... Не всем болоте, скорее, топе этой... Ээээ... Находит весьма крупного размера зобби. Размером... В два раза будешь человеком, в два раза будешь тебя. Чё? Там зомби. По всей видимости, он был за Арданторн и за его кустов. Прокап аккуратненько выглядит. Это тот зомби, который мы видели? Да. Мы его уже видели. Вопрос, можно еще раз прокинуть Аркану на определение этого зомби, потому что тогда Аркап его не определял? Или нельзя? Ты, по-моему, пытался понять за них всех, все вместе. Ну, ты сказал, что мне хватает моего броска для того, чтобы понять вообще, что за группа, как она выглядит, но не про большого зомби. Типа, я должен был выбрать, либо я хочу посмотреть на большого, либо на всю группу. Ну, кинуть на большого, сейчас скажу еще раз уж что. То у нас... Аркан вроде кидал. Это религия. Секретная религия. Секретная религия. Похлонение зомби. Секретная религия, так сказать. А ты знаешь, что это... Скажем так... Зомби великан, он большой. И... Большой и сильный. Это все, что я не могу сказать. Большой, сильный, крепкий. Это тот же самый зомби великан? Внешне, да. Эээ... Эээ... Я подзываю всех остальных. Можь... Это его того. Я показываю, типа... Типа... Ладонью об кулак стучу. Типа шлепни его. Он, по крайней мере, один. И тех четверих с ним нету. У нас будет преимущество. Да. А что произошло? Эээ... Ордентор за кустарника бы видел... Эээ... Оходящего... Там был большой вза... Ты как бы увидел его верхнюю половину, скажем так. Ну, в принципе, если он один, и это не засада, то стоит. Мастер, можно вопрос? Я могу отправить фамильяра, чтобы он мне сигнализировал, какое количество юнитов там находится. Какими-нибудь своими чувствами. Да? То есть он тебе может передать эмоциям. Он такой, типа... Страшно. Не страшно. Вот так себя представляешь? Типа... Я... 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 Я попрошу... Будь счастливым, если их там пять, да? Типа... Несколько... Ну, страшно несколько раз... Типа... Если тебе страшно будет несколько раз, значит, их несколько штук. Сколько раз тебе страшно? Может, он как-то там, не знаю... Нет, мне кажется, какая-то херляр. А, окей. Так, а могу я ему запросить, что, типа, один или нет? Просто это какой-то, типа, минорный. Типа, да, нет. Ну, к примеру, я отправляюсь, я хочу узнать, он там один этот зомби ходит. Или, поскольку мы видим только его верхнюю часть... Типа, я тебе не разговариваю. Твоя фабрила может передавать только эмоции, да? Какая существует эмоция к числу два? Нет, у меня не эмоция к числу два. Если их больше одного, то беги, возвращайся. А если их один, то лети, неспешно возвращайся. Если это как-то спорно, давай не делать. Ну, мне кажется, как это... Ну, херня, короче, окей. Надо разведать. Давайте понаблюдаем за ним секунду. Вопрос, мы вторую икринку помещили в котелок. Ну, что вы хотели это сделать, туда? Окей, я этот котелок закрыл и повесил где-нибудь на куст висеть. Ну, соответственно, туда еще вот это... В чем он находился, типа, водички там и всякой сране туда тоже набросал. Чтобы они не сохли. Окей. Можем мы понаблюдать за этим зомби? Ходят ли с ним еще пять штук? За четыре. Вы хотите понаблюдать? Да, поскольку ты сказал, что мы видим только его верхнюю часть, а он, типа, в раз-два больше, а предыдущие скрытные ходили, мы хотим немного понаблюдать, плетутся ли они там рядом. По крайней мере, Рокап хочет. Я тоже бульканье теперь услышал, может, я не знаю, на безвычную штуку пока что поставить? Может, это довольно-таки чеша? Вы стоите, смотрите. Это что-то телефон булькает. Вот это что. Значит, рака ты стоишь, смотришь, ты видишь, что там еще ходит, есть там еще зомби, наверное. Ты, конечно, там куда-то ходит, но их не видно. Да, я не вижу. Ну, говорю, там еще кто-то есть. Ольдом Тор, ты чё, ты видишь? Что видит мои человече глаза? Ну, как бы, то же самое. Вы буквально видите, что там что-то, что-то там дергается, что-то там есть, помимо того, этого большого зомби. там еще меня больше выспокоит чем одновременно могут двигаться три кустик во него этого большого не больше письма чужит этой кладки яиц в этой кладке икры только 2 2 икринки это вот такой себе это значит еще под вариме который отрезает и типа ожидается из этой клинки очень сильная да вот не факт есть поговорка не клади все яйца в аду корзилу и чё так можешь по всему болоту растыкать и яйца скорее всего женщин молода выложили и и же никто не высиживает верно значит можно их отклад откладывать где по высиживаю только теплокровных если эта штука хладнокровная высиживать не надо оплодотворяешь и забыл ладно мы вроде именно этих ребят убивать собирались все что угрожает жизни надо с этим разобраться я чё ребят скажу по ним хорошо режущие оружие и карты как бы все что я знаю и вот тот который щупальцей он мне не нравится я короче знаете какую-то как думаю вы когда к ним подойдем поближе я сделаю кого я сделал я взял еще одного зомби а потом если рада тур будет рядом я ему сделаю оружие магическое или наоборот давайте кто первый пойдет давайте кого не жалко да чё за кого не жалко того кто самый сильный я смотрю ордон тора чего ты хочешь сказать ну вы хотите еще понаблюдать давайте и у ганста как дела давно тебя не было здесь ли чё вообще там просто шляется и все смотри альберт теперь смотрится надо двигать мы здесь долго можем сидеть ночевать на болоте и новая идея разберемся с этой хренью и движемся дальше у вас там шар денег кустарников закончилась там ганста вкратце преследовали зомби пришли на болото есть очень кратко по извините чего какие-нибудь голоса вы мы не слышали пока там родились учену пойдем и так чего не хотите ли хотите разобраться с ними орда тора не слышно артан тор я знаю ты тут да ну типа нам надо разобраться зомби за это хватит они правда не совсем это мы должны были быть горле могильный курган урока предположим что они шли по этому направлению и где это по этому направлению они возвращались из аль сатира и собственно они проходили курган и то есть главная гипотеза что они туда-обратно шастают и периодически нас вверх сатир нападают возможно не знали с этим вопросом возможно орган что знаю могильный курган возможно ордон торчит знаешь что могильный курган рядом с аль сатиром он есть ярко кап и предполагает что рядом с аль сатиром находится мобиль могильный курган эти зомби идут из этих мест проходит этот могильный курган и нападают и на сатир покусает там не знаю какую-нибудь корову за жопу и возвращаются пусть они те зомби которые нападают бесконечно их всех убивают убивают и задолбались убивать от которых да я просто озвучиваю свою мысль я вас понял так что вы делаете если магическое оружие суставить не нужно то когда мы будем приближаться раком заранее за сделает ордон тору магическое оружие и собственно мы будем видимо если мы крались то инициативу кута момент кидать все согласны ребят или как ну да то есть вы будете к ним красно сейчас секретная проверка остался все стол скидаем если вы хотите все красоты все кидать остался все хотим кросс секреты ты можешь не кидать стелус потому что ты может двигаться очень медленно да я это и делаю осознание скрипцию рака подряд на или покровить там тоже может просто крепится Так, а если у тебя... Ибои! Так, ну я не понял, как это у тебя работает. Окей. Если Торикс, Альберта, Ракап. Вы начинаете туда постепенно краситься. Как... Как вы хотите это делать? Как-то крупко двигаетесь. Сиди как-то растянулись шире. Саша. Или с вереницей. И чтобы я это понимал. Я как-то стою уже. В смысле? Ты хочешь ползти? Да, тихо, чтобы не заметишь, чтобы никто меня не видел. А бабось не слышал чего. Прудется. Кто рабовый? Я вас слышал, ребят, когда говорили. Нет. Попробуем. 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 Это понятно. Вы глобально, в целом, как двигаетесь. Группой в шире растянулись. В шире растянулись. В шире растянулись. Ракап идет за Ордантором на расстояние 30 футов. Альберт идет за Ордантором на расстояние 10 футов. Попробуем. 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 И консерваторекс ее сбоку. и консерватор x ужит я уже уже так сына вы крудетесь подбирать к некой некой поляне то что поляне это просто какая-то часть этой этой топе видите как сначала консерваторик подползает подкрадывается каком-то камне смотрит артантор находится с одной стороны пнязь рядом с подвольным деревом альберт постепенно подкрадывается вы видите как там на этой поляне в данный момент находится уже два каких-то зомби с щупальцами зомби один это весь покусанный сейчас видны следы от каких-то как-то крупной пасти и посередине этой поляны вы видите посередине где-то между ними находится крупный синий кокон будто надутый пузырь он находится там артантор твое внимание тебе позволит также заметить что там находится несколько небольших кладок яиц в воде этих этих икринок они то они будто пиявки все представлены какие-то трупы находящиеся там воде как рака подходит сзади вы слышите как он буквально подскальзывает и шлепается воду поднимается невероятный грохот и они все замечают у вас твоей уж дивизию молчание только просто что кто грохочет кто грохочет рака вот под подскользнулся и упал в воду саш это посвящать по лужовью окей рака прям из лужи каст кастует короче на ордантора заклинания магического оружия а я короче за ячейку то есть еще одно действие могу подлить на 30 кутов понял понял и собственно як вклёкнулся и сказал это и собственно если все-таки ордантура инвизиативный ты это говоришь так чтобы я слышал чё ой я не выделю так сейчас проверю все свои штуки лопу досточку это у нас здесь сколько у них здесь уж на вы могли просто если что остался если вы хотели и это как бы не озвучил это как бы логично я предпочту инициатива так здесь 17 дальше мне интересует инициатива здесь почему это закрыл что я дурак все верно все верно ты дурак вот если желание можете добавить послушать так сказать просто здравствуй просто как дела а и меня интересует последний их вид те которые с щупальцами у них вот столько это она довольно боевая это не совсем это сюда это сюда? а если что вырби ребит я его как бы истребит включу включай нашу не переключится влад включай нашу любимую включай нашу любимую ща бада да 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 ща бада да да а потом да можно еще бада буду включить а так кокона инициатива 12 это не по-моему не подходит это музыка так я сейчас инициатива есть проверю что бы она была правильна все верно это ж киберпанк Отличная музыка, ребят, чё вы? Артендор! Саша, ты видишь, как упадло, и из рук появляются боссы? Бля, сори, я наслышал громкую музыку, и теперь я нихуя вас не слушаю. Наслышите нас слышать. Точнее, Андрей. Кто? Ну, собственно, как в любой стелс-миссии, мы пришли к моменту, когда нужно либо нажимать, типа, F7, либо бежать на врага. Подожди, Александр, небольшой момент, который я хотел бы уточнить. А я мог от стелс-миссии кидать? Инициативу? Да, мог. Если хочешь, можно перебросить. Не, я не перебросить, а я добавить могу. В смысле? Ну, по факту, это на единичку больше. Что мне не сильно поможет. Ну, хорошо, добавь. Нет, мне не сильно поможет, забей. Я чё-то не туда посмотрел. Но важно понимать, что Консерваторикс, Ардентор и Альберт, вы всё ещё считаетесь незамеченными. Угу. Это понятно, я поэтому и спросил. Так что... Я не убегаю. Ардентор, типа, ты всё ещё незамечен, как ты прячешься за этим пнём, Ага. Но, вероятность, если они достаточно близко, то они тебя заметят. Ага. Ну, я рассчитываю на это. А я прячу за кочкой. Ага. 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 Ты можешь доложить ход, если хочешь. А? Ты можешь доложить ход. Я же туда даю ход. Хорошо. Запомнишь ты, это уже уход? Ну, займи как-нибудь. Аркани себя. Да. Кассирторикс. Да. Тебя пока... Ты пока не замечен. Ты пришёл за камнем. Да. Ты можешь не ходить. Хмм... Будь осторожен. Всё, что ты сделаешь, можешь тебя выдать. Так, блин, я ничего не делаю. Ты тоже откладываешь ход? Да. Запомнишь ты, это уже ход? А ничего, что мы их бить пришли, ребят. Вот такие, откладываем ход. Вот, подожди, когда ты первый укусит. У меня фит, который говорит, что я должен его использовать в первом. Заби. Входит Заби. Первый. Который красный. Красный у нас первые. Синие, вторые. Будем называть так. Он начинает идти в сторону того, кто булькнул. Гробка. Перебирается через пень. И... Идет сюда. Так, Артодор, какой тебе бонус стелса? Плюс часть, но я бы хотел начать действовать сейчас. Ну типа, его ход окончился, ты можешь действовать прямо сейчас. Я действую прямо сейчас. Это был его ход. Ходи. Я использую щит. Внезапный чардж. Выбегаю из-за кусты. Типа... Вы видели как зомби ковылял, в сторону Ракаба. Уже тут, знаете, из-за пня, в прыжке вылетает Артодор. Ну это сразу шардж. Из двух рук. Шестнадцать. 16 по отца это попадание. Может ты был спрятан? Не знаю, мало ли. Я был спрятан? Ты был спрятан, но как бы... Он не заметил. Нет, он тебя как бы не заметил, но все еще. Да, ну, слава говоря, это 18 попадание, но сколько ты был спрятан? Ты просто делаешь прыжок в него из обня. Делаешь по нему мощный удар. Ему больно. Ха, нет же. Он еще стоит. Ну что ж, я позволю себе попытаться ударить его еще раз. Погоди, я сейчас только одну штуку проверю, которая есть у него. А, окей, это работает только. Да-да-да, можешь сделать еще одно действие. Да-да, ты бьешь по нему вторым своим мощным ударом. Дагс. И происходит следующее. Как он... После второго твоего удара... Словно... Словно... Взрывается. Разбрызгиваю всякие штуки. Взял мне, пожалуйста... Спас по рефлексу. Чтобы вернуться от этого всего, то что от него разбрызгивается. Какая-то странная синеватая жижа. Ну а ты преуспел. С тобой все хорошо. Ты просто знаешь, это буквально... Разлетается от него куски. Да, я прыгаю за бревно. Ты прыгаешь за бревно, прикрываешь... Ты не защищаешь, черт возьми. Свой дворущий товар такой... Шшшшшшшшшшш. АААА! Хех, ну конец... Ааа, Кастель Торикс... А, а да, сейчас его отмечу, что он мертв. Да, спасибо. Он мертв. Все верно. Кастель Торикс... Ты можешь ворваться в инцитиву прямо сейчас, если хочешь? А что тут такое? Кладка... Игринок на трупе. Понятно, ходят второй зомби. Нет. ты подходишь блин не помню я же полу не подавать магическое оружие тогда я устреляют в этого и звука я дотягиваю 60 вроде у короткого да короткого лука 60 это будет это мой первый это крит 26 это крит я его в глаз хотел попасть белки в глаз или в жопу за мяч нет с него развивается какая-то какая-то жижа экстра лардж экстра лардж квадрат что-то будешь делать у меня все три девочки подходил достал лук выстрелил ну типа ты мог типа там поскольку вы значит забитые могут и уже с луком на готове ну ладно пусть лук будет на готове я полз с луком на готове ой я нажал наверно на атаку 1 так что минус 5 или сколько там ну типа это все равно крит вы видите как там просто летят стрелы и там просто экстра жижа не знаю там типа супер мега жижа я ему попал во второй глаз да типа уже с него буквально разлетается всякая фигня и оттуда вываливаются и крит просто знаешь что изи с головой чипок 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 вообще вот видишь как бросать нужно видишь как что бросать нужно так с того кассироторика ходит зомби а он идет как может ребят неожидан вопрос почему консерваторик всего дотора не полный хп если бы мы их точно бы перевязали потому что вы не перевязывали артадор типа чтобы писать артадора второй раз надо было ждать целый час а его по-моему сейчас не идея его вроде вылечила нет да то есть он тебя не полностью вылечил вот настолько ну так альберт так альберт альберт это ты да скажи до того зомби я нормально буду стрелять или мне не мешает а ну я считаю ты можешь выгнуть из-за меня выстрелить это тебе особо не мешает да и у меня есть какое-то преимущество за то что я спрятал альберт альберт такой произнося слова сила токсичности запускает стрелу своей токсичности стрела токсичности стрела токсичности стрела токсичности в него просто альберт такой хать тфу тебя вот и да это попадание да это 9 урона кислоты это урона вот урона 1d6 а ты ему кидашь еще урона Да, в конце каждого ухода вы получите 1d6 урона, если не пропинете спас. Супер, ну, короче... А, мне заново колёс кидать, да? Угу. Ну, короче, первый у тебя есть единица, если что. Там обе единицы, просто задумайтесь, если не пропускай. Нет, типа, я в конце хода его пробрасну. А, хорошо. Вот. То есть, типа, токсичность на него упала и, типа... Да. И у тебя есть ещё одно действие. Да, а мы... мы же никак не отдыхали, да? Ну, у вас был небольшой отдых, так что... А, тогда, типа, Альберт... А, в стелсе мы не лежим, да? На всякий случай. Ты больше не в стелсе, ты навожу в спелс. Да, понятно. Я на всякий случай, что мы не лежали. Ну, Альберт такой проводит снова по своему клинку, получает 2 временных хитпоинта и клинок заряжается. Ну, снова руну повесила, это фокус. Спелл. У меня есть возможность. Всё, конец хода, если больше нет. Так, сейчас я должен кое-что проверить. Окей. Ходит большой зомби. А он большой зомби. Он большой. И он зомби. И он зомби. И он зомби. Так, погоди. Ээээ... Я заб... Я как... Вот, вот что я забыл сделать. Точно, он идёт. Идёт шага... Тяжёлыми шагами. Ха. Ну, скажем, он дошёл. Сюда. Просто переступает своего собрата. Злобно рассчитывается и смотрит сверху вниз на Артантору испепеляющим взглядом. Артантор не поит. Ээээ... А ещё знает, что это зомби-зомби. Это зомби-зомби? Ты невероятно умён. И на этом его ход, всё. Там 1-6. Да, 1-6. Погоди, я кидаю спас от него. А, то есть и спас. Он провалил. Да, он должен бёрстить D20, если он был 15 лет больше. На него эта фигня закончилась. Понял. И он получает... 1 урона. И слуху его перебросил. И это всё равно 1. Хорошо. Вопрос. Годираков. Зомби ходят в мою инициативу, правильно? Не после. Твой зомби ходит в твою инициативу. Окей. Тогда... Вот здесь, рядом с деревом, появляются зомби. Понь? Чё, не появился? А вот появился. Можешь его как-нибудь пометить? Что, мой? Да. Я его сделаю... Не знаю. Я могу вызвать его зелёным. Всё, он веган. А, и он, собственно, с умным видом идёт. Он может пройти на 20, я бы так помню, правильно? У него скоро 25. 25. Ну, он тогда заходит за этого чувака за спину и пытается его укусить. Так. В смысле, его бьёт ручками? Эээ... Да. Это... Это карит? И, соответственно, этим же действием пытается его захватить. Эээ... Ну, в смысле, ты сказал, что это следующее действие после попадания. Он, собственно, его хватает. Да, он будет схвачен. И он флэт-выкнутый, правильно? Для этого зомби. А, только для этого зомби, не для всех. И он флэт-выкнутый. А, нет, нет, в целом. В целом, этот флэт-выкнутый. О, окей, всё. И мобилизован. Всё, я закончил. Ты закончил. Этот парень мёртв. Какой-то Ордонтор. Эээ... Ну, короче, Ордонтор такой. Смотрит на Алиберт, а поворачивается назад. Типа... Этот. Тебе. Типа, он у большого показывает? Да. Типа, я чарджую. Так, а! Ордонтор, погоди. Ты начинаешь ходить его аури. Блин. Эээ... От него невероятно смердит. Блин. Ээээ... У тебя не полное хп. Нет. И ты получаешь... Один до шесть урона. Твои раны начинают гноиться. Сука. Ты получаешь четыре урона. Это... Окей. Просто четыре урона. Без даже типа. Ну типа, он убегает. А я... Вот сюда. Хорошо. Ааа... Бьёт красного. Бьёт красного? Ну, это был чардж. Я понял. Это много. Для выпадания. Тринадцать урона. Тринадцать урона. Ааа... У него... Так. Так. Получается... Тринадцать плюс... Тринадцать минус три. Сколько? Тринадцать... Три шестнадцать. Тринадцать минус три. Это десять. Ааа... Всё. Не то услышал. Ты пьёшь его... А... Два раза? Понял. Да. Ты видишь, как просто ты отрубаешь от него куски плоти. Как они раздаются в разные стороны. Да. И на это всё. Двенадцать это промах, да? Нет, на это... Попытание. А, найс. Да, это всё. Ходи, консерваториус. Сейчас хожу, хожу, хожу. Тринадцать минус отходит. Да. А дальше? Я промахну. А дальше промахиваться злока. Важно промахиваться злока. А вот король промахнул. Да у нас вся пати такая, короче. Сначала два крита... Ааа... ходят зомби. Тут они ходят сначала... какой? Почему ходят красный? У тебя ходят красный, и он тебя... Аааа... Аааа... Вбивается в тебя... А не, он тебя не тебя взбивает. А не, он тебя вбьёт с лапы. Аа. Я понял. Ну, короче, ты видишь. А... да. Попадание. Да, попадание и он тебя хватает. У Симрона. У тебя просто слапа... И второй такой, подковыривает к тебе Ты считаешься фут-фут, потому что ты схвачен и он тебе Бабал Тоже У тебя минус 2 АКЦ, учти К этому тоже? То есть ты схвачен Ну, то есть у меня минус 2 ко всем атакам Минус 2, ты молодца, да, против всех атак Ты считаешься фут-фута для всех? А, окей, тогда еще 4 урона Вот И вот ходит Альберт Корни дерева мне как-нибудь мешают? Ну, типа, в кого? Ну, добраться до утесли Тебе надо все-таки пеня немного обогнуть Типа Смотри, у нас Тебе, ты не можешь стоять Словно говоря, вот в этой вот клетке Типа, она тебе не даст Ну, понятно То есть, если учитывать То Ну, вот здесь я могу оказаться А, да, да Так можешь Мне главное подойти Что-нибудь металлическое есть на этом парне? А, что-то метришка на этом парне А, на самом деле нет На самом деле нет? Он просто одет Он просто Одет во что, так сказать, его одели Ну, тогда, типа, такой вдох-выдох и, короче, на выдохе Два удара! Давай Ну, ни хренажь все Девятнадцать и двадцать один Это два попадания Да Девять и четырнадцать Ну, там, двадцать и двадцать два, на самом деле Плюс один Все-таки есть Это Девятнадцать и двадцать четыре Как ты просто Видишь, как и достаточно куски плоти Которые, знаешь Каким-то Отваливаются от него Разваливаются Это Такой Крестообразный разрез был Если что И просто пара идет Изо рта Ну, все получается Да Это Местный ход А, видите, как Окон Лопается Это Какое, которое в центре? Да Ну, как вылопается Там появляется существо Вылопилось из него Я родился Сказал он Это Это Странное Синее существо Похоже на крупную Гончию С растущими четырьмя щупальцами Из него Из его головы Из плеч Он выглядит У него Зубастая пасть С Острыми клыками И Ярко снящимися Желтыми глазами А Я Я Могу я как-то Картинку Показать Shift Z Да Да Окей Сделаю просто Shift Z Ты прав Я думал в чат ее просто скинуть Ух ты Ух ты Красавица Ух ты Красавица Врывается Врывается К Ордантору К Эй Как же зомби Что? Почему не зомби? Почему он атакует Них Да Вопрос Хороший И ты потом можешь подумать на эту тему Какой кусай тебя за жопу Блин На 26 на попадание 15 мимо Да Большой зомби А Понимаю То Что Альберт Невероятно Опасен Он Буквально Пытается Ударить Сверху вниз Своим Огромным Кулаком Так Альберт 28 на попадание Александр Помой руки Пожалуйста Что это? Сегодня очень мажешь Попал 28 Хорошо Попадание 10 Торбящий урод Какой тебя бьет сверху вниз И У него есть второй удар Невероятно 17 Так Подожди Я чё-то не то посчитал Так Минус 8 надо Альберт 17 на попадание Второй удар Мимо 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 А Вот Ты просто, знаешь, это Ты от второго уже удара Увыражься, как ты понимаешь, как он бьет Просто Сликат, где в сторону Такой Чертовски медленный Ходит Там Спас А Точно Спас Спасибо, что напоминаешь Три Он получает урод кислоты Три урода Угу Кислота Его постепенно Разъедает Вверх Рака Так Важный вопрос Собственно Я хочу определить На каком месте мне поставить Зомби Для того, чтобы он взорвался Собственно У меня есть спелл Сейчас я его прожму Я его сразу прожму А ты Погоди, что-то не подпрывается Абов Так Ничего не строп Типа 20 Это вокруг на 20 все взорвется Правильно Понимаю Это сфера 20 вокруг него Окей Тогда я полагаю Если он встанет вот сюда То никого из наших Он не заденет Правильно? Смотри 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 Типа Ты можешь спал Не просустренить Спал закончится В конце твоего хода Ты можешь приказать Чтоб он взорвался Я ему говорил Чтобы он отошел Вот сюда, к примеру И здесь вот сжахнут Ну да Ты можешь так сделать Ну да Он взрывается И еще вот эту бяку И фиолетовый тоже бьет Окей Так Ну я отбудился Что она уничтожена Зачем кофе Ты должен сделать Спас По Рефлексам Так Вот два зомби шамплера Зомби Вот Они провалили Получают Сколько урона Там? 15 урона Огнем Этот Сгорает Этот Получает Столько И большой дождь делает тоже спас по рефлексам Как он пытается увернуться от этого взрыва Он получает Видите, как он просто Как этот зомби взрывается Зомби рядом с Альбертом Просто весь вспыхивает Как новогодняя елка И превращается в горское пепло Так, а мы и надо Так, это был Ракап Так, а Сейчас я посмотрю Взрывается он двумя ячейками, правильно? Ну, взрывается за действия У тебя окончили действия Ну, я думаю, он будет продолжать Отделаться от зомби Чтобы потом закончить Дело с этой стороны хуевиной Бью зомбя Ты бьешь зомбя И ты отрубаешь ему руку От чего? Он умер от кринжа Найс Типа, знаешь, у тебя все еще, знаешь Тебя за какой-то там Бог держит его рука Только она отрублена теперь Бракапас из лужи кричит Зелья пей Пиво, пиво, пиво Но у тебя есть зелья лечения Которая... Эликсир... Что-то там... Вайф Который самый маленький А чё, при чём он лечит? Если она у него, условно, может на поясе висеть? Эээ... Потому что я всё проанализировал И так оно будет более правильно А, окей... Типа... Оно на поясе... Типа... Если бы оно не находится у него в рюкзаке Тогда сначала снять рюкзак За действие Кстати, оттуда взяли за действие И выпить его за действие Это три действия А потом ещё найти рюкзак А, окей... К нам, условно, нужны разгрузки Всем, чтобы это делать Прям с тела, правильно? Ну, типа... Ну, слава говоря У него есть кармашки на поясе Чтобы оттуда за действие взять И не выпить за действие Ну, окей... Если бы оно в рюкзаке То это... Четыре действия Возь рюкзак бросать Так, короче, Артантон Здесь два действия Короче, я буду делать снаггинг страйк Так, ты пытаешься его схватить Ну, грубо говоря Солдно говоря А, нет-нет-нет, я не пытаюсь Сорри, отмена Я продолжаю его бить двумя руками Окей, как хочешь Хочешь бить двумя руками? Хочешь бить одной? Нет Эээ... Семнадцать Хинася Чё-то ты супер жесткий какой-то Двадцать два очно О, двадцать два я, типа, про урон Семнадцать considered Так У меня магическое оружие Подожди, у тебя до сих пор магическое оружие Ну, да Это происходит следующим образом Артанторт Просто То lame В какой-то низстой яризисле Отрубают руки И тем же самым движением Он просто продолжает вращаться И отрубает это существо На... На два слайса на верхний и на нижний, прямо по размеру, прямо по разрезу его пасти. И он мёртв. А, блядь, ну типа, он бьёт ещё раз, да, на всякий случай, потому что хуевых знает, может они там типа делятся. А, прости, как он мёртв, из него выходит какой-то газ. Блядь. Сделай паз по стойкости. Ну, кому как и мне. 26. Ээээ, да, успею. И я отхожу. Хех, нахуй этот газ. Ну, нахуй это перемахну. Блядь, я опять чувствую себя как говнище. Не водярись, сука. Саша, нахуй я с вами хожу до сих пор. Ордантор, успокойся, ты делаешь важное дело. Закон натворил, вообще, блядь. Зелье ненавижу. Почему мы не можем просто пойти посражаться, поохотиться на бандитов, с ними хотя бы, блядь, никакого дерьма нету. Из-за бандитов конец света не произойдёт. Ордантор, выпей зелье. Альберт, дай ему и второе. Ну да. Ему явно радует. Альберт выдает ему второе зелье. А, условно, мог бы Игиль ещё полечить Ордантора, нет? Ордантор, может, Игиль, может похопать Ордантора, по плечу на 6 хп. А может Ордантор ещё раз себя перевязать со статуэткой? Или ещё время не вышло? Ордантор. Уже прошёл час. А можно переводиться ещё раз? Дайте. Вер. Вер. Вер, это очень круто. Это не Крит, или? Крит, или? Это 4 до 8. А-а-а. Смотрите, как ты выкинула. 4. 17. А-а-а. Э-а-а... Что надо? А-а-а… Ордантор присюда, не знаю, на Грака, можно перематываться. Что? Что? Крит, крит. Ракап уничтожит вот эти личности. Казераторикс, скончил. Казераторикс, скончил. Крит. Я забираю свои стрелы, аккуратно их чищу от траву не касаясь этой хизи. Понял. Вот теперь Ракап. Рока подойдет к каждому трупу, который здесь лежит, расстреляет их огнем, уничтожит все эти личинки, которые здесь лежат. Ты понимаешь, что они вообще едва ли горят? Опять ваша какая-то лабуда. Вопрос. Вот в такой форме личинок я могу что-нибудь кинуть, чтобы понять, что это за хрень? Во-первых, сколько у тебя в родности, твое заклинание, которое ты хочешь попытаться сжечь? Это... Сейчас я вам покажу, где он тут у нас. Это 2 до 4, плюс твой стат, а статка сколько? Это 4. Ну, видимо, он тут сразу и прокинулся. Нет, у тебя не понравится урон у Кантрифа, потому что мой урон 2 до 4, а не 1 до 4. В таком ключе... Они говорят очень плохо, но у тебя получится, это займет очень много времени. Ты можешь этим заняться? Окей, я могу, к примеру, у меня, по-моему, дейс еще заготовлен будет, сейчас я посмотрю. Ты дейзом? Да, у меня еще дейз. Что? Я их буду, собственно, мыслительно пячить. Чего? Они пячутся от дейза. Это какой тип уродов? Это какой тип уродов? Дейз? Фоксифик. Фоксифик, скорее всего. Ментал, то есть, то есть, ментал. Я кинул. Какой там уродов? Ментал... 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 Все вертает. Ментал... Ментал... Что она говорит? Что она говорит? Что она говорит? Это уродов? Да. Да. Они от него лучше дохнут? Да. А тогда, собственно, мне больше нечем их убить. Короче, я тихонечко хожу их, убиваю всем подряд. Понимаю, что говорят они плохо. Мы по себе видим, что они мокрые в воде. Я могу понять, что это за существо. Или это все то же существо, которое в икринке. Ничего нового я не узнал. Независимо от того, что... Секрет на оккультизм. Пробросим. Что делают остальные? Альбер будет ходить смотреть их и попытается найти какие-нибудь, как бы сказать, отличительные вещи. То есть, может быть, как-то можно определить, откуда они именно и так далее. А, Маш, мы остановимся. Сейчас. А давай мы... Я как бы на всякие тут вопросы поотвечаю, которые тут буквально на исследование этого. Можно это закончить, действительно. А... Ну, почти 12 вполне можно и закончить, да. Да. В общем, смотри. Так. Откуда они... Ты хочешь понять, откуда пришли эти зомби или... Я... Просто я не совсем до конца понимаю тебя. Да. Типа, откуда они пришли. Ну, там может быть одежда какие-нибудь... Может, бирки делать, клеймят их, еще что-нибудь. А... Я сначала здесь накину внимание. Почему она не кидается? Так. Она кинулась. Я... Тогда у тебя попрошу еще кинуть мне на... Society. Секретно. Азот... Как ты пытаешься вспомнить откуда... Откуда они прибыли. Это Society... Society! Society. Так, Роккап, ты можешь понять, что... эти икринки это похожие икринки этого существа, которое разубило на две части Артантор. И, судя по всему, вот этих зомби со щупальцами сделало это существо. Существо или икринки? Это существо. Окей. Эти икринки это, скажем, начальная форма развития этого странного существа. Ты можешь назвать его как хочешь, как ты название о нем не слышал и не знаешь. Сейчас все это только твой анализ, твое осознание происходящего. Окей. То есть я из-за икринки и из-за существа синий существо прокинул, правильно? Ну, словно говоря, да. Как я понял, ты пытался знать это. Я дал тебе ответ. Так, Альберт, ты мне со сайта что-то не делал. В смысле не делал? У меня написано ВОЛ, проверка со сайта был успешный правильный мастер. Альберт, под Дейзом. У меня там только оккультизм от Ракаба. Ну, давай еще раз кинем. Ну, ты, наверное, не как рейд был. Но вторая чуть не уходит. Ладно, просто открытый и не будем париться. Какого хрена? Что, со сайта была забанена, что ли? Что, реально не кидает? Я не знаю, но что-то вообще не кидается. У меня тоже один раз не кинулся, второй раз забросилось. Я на себе сучу обновил. Давай в открытую. 20. 20. Ну, ты можешь понять то, что, судя по одежде, по каким-то старым меткам, они откуда-то из более, что ли, северных мест, отсюда, ты проанализировал фасон одежды. Это было модно сильно раньше. И на севере, там, где находится Аймат и Март, ближе к тем местам, ближе к северу, ближе к горам, ближе к тварфам. Так что, судя по всему, эти трупы проделали достаточно длинные. Достаточно длинные. Это им идти, ты можешь предположить, месяц, если не больше. То есть, они вот месяц шли вот до сюда. Ну, где-то так. Ну, у Альберт поделится с тем, что что-то далеко забрели эти парни. Ну, возможно. А, возможно, это жители этой деревни. Я же вам рассказывал про этих зомби, которые укусил, и ты потом зомби. А у них, у зомби, есть какое-нибудь имущество? Только одежда. Только одежда. Ну, странно. Я могу изучить зомби с щупальцами. То есть, я видел, как... Что ты хочешь понять? Я, в целом, анатомически хочу понять, у одного вроде из руки торчало щупальце, да? А у другого тоже из руки? Да, у другого тоже руки с щупальцами. Окей. Я хочу просто анатомически понять, как эти щупальцы с руками там состыкаются. То есть, там, где-нибудь ее аккуратненько начну их резать, учитывая, что вот этот вот разлетелся на куски. Соответственно, я не хочу получить такой эффект, и очень медленно начинаю шинковать, короче, и как-то там... Ну, мне в целом полностью скрывать не нужно. Я понимаю, какая есть анатомия у человека, по всей видимости. И мне нужно сопоставить, какого хрена там щупальца. Ну, это занимается какое-то время. Время... Ты можешь понять, что... Знаешь... У него буквально растворились кистевые кости, и вот рука, естественно, образом буквально отрастила плоти, стало щупальцем. То есть... То есть... там, по сути, там мышцы, правильно? Ну, да. Ну, окей, ракап все это дело опишет. Потом подойдет аккуратненько... Этот туман разлетелся вокруг этого синего странного существа. Вот этого. Тот, который она выпросила? Типа вокруг лунтика. Но я подойду к лунтику, тоже попытаюсь его потыкать, изучить его анатомию, может быть, какую-то часть его разрезать. Происходит какие-нибудь странные вещи, когда дым еще чем-то из него уходит? Ну, да, частично. Окей, я хочу его препарировать и максимально описать. Ну, в смысле, я там, повскрываю, там, бошку ему вскрою, по итогу, там, не знаю... Все ясно. у нас все закончится здесь ясно на вскрытии. Но если он не не бумкает и я понимаю, в смысле, никаких газов для меня опасных не создает, я хочу вскрыть и понять его анатомию для того, чтобы лучше понять это существо. Опять проклят будет. Опять. С чего проклят-то? Потому что залезет вообще непонятно. Я подхожу к Альберт и говорю, Альберт, может, ставки сделаем, каким способом он убьется? Что тут ставки делать? Смотри, мастер, могу ли я еще, например, изучить этот кокон и понять, какого хрена он в коконе проводил время? Потому что вроде бы как зомби я понял, что сделаны были с помощью этой синей гадины в лунтиках сделан. Но вылупился ли лунтик сам в ближайшее время или он в коконе отдыхал? Ты можешь предположить, что он в этом коконе просто отдыхал, а так визуально ты понимаешь, что у него даже с того разреза, что сделал орденторм, у него нет дыхательной системы аж никак. Ему вообще не надо дышать. Или он дышит порами тела. Вообще, кожа у него выглядит невероятно гладкой, гладкой. Но при супер детальном рассмотрении можно все-таки заметить, что она достаточно шероховатая. хероховатая. Также, помимо того, что у него нет очевидной дыхательной системы, у него нет также какого-то подобия на уши. Нет каких-то каналов, по которым он бы мог слышать. или их не видно. Окей, когда я его препарирую, я нахожу еще потенциально яйца этого существа. Нет. Я нахожу какие-нибудь органы, которые их генерируют или содержали ранее. Как бы то, что откладывает игренку? Ну, хотя, какие-нибудь органы... нету половой системы. Не, не в туфу половой системы, а что-то... Мы видим везде эти кринки, но каким путем они здесь появились? То есть, я предполагаю, что синие существо... У него нету отверстий в теле помимо рта каких-то пор на коже. Окей, я начинаю расковырить у него о череп, для того, чтобы понять, откуда блины кринки. То есть, я беру топорик и, короче, начинаю там... начало челюсти мотка от кремка и, короче, мышцы отрублю, сниму и ее посмотрю. Там нижняя верхняя часть уже разделены. Ну, отлично, его ордонтор хорошо уже разделил. Я могу понять приблизительно, могли бы эти икринки формироваться внутри его тела и как-то через рот проходить. Что он как бы позблевывал их? ты не видишь ничего там такого каких-то... Окей. У него типа есть какая-то пищеварительная система, но есть ничего, что могло произвести икринки внутри. Альберт, ну вот, ты говоришь зря, я ему скрываю. А как думаешь, откуда взялись эти икринки? Потому что точно не этот гад их отложил. Ну, где-то что-то ходит, что окладывает эти икринки. Ага, и есть вероятность, что они потом становятся вот такими вот ребятами. Скорее всего. Ну да, ну да. Так что... Так, на всякий случай, это же те зомби, которых мы последовали или нет? Того с тентаклями нету, а тентакли обычно морских существ бывают. Рядом с тобой лежит. Его Ордантор сразу убил. Правее его щупальца. Обычно признак того, что это морская штука. Можно она откладывает. Ну, давай скрою его. Смотри. Мастер, я подойду к первому вот этому с тентаклей, который я руками вскрывал, и начну его вскрывать, полностью смотреть, нет ли у него где-нибудь внутри этих икринок, потому что один там вроде как-то с синей жижей взорвался разной-разной, правильно? Да. Ну, собственно, я вскрою вот этого зомби, который рядом с Альбертом. Самый обыкновенный зомби. Разве что, типа, внутри у него какая-то немного синеватой жижи. Могу я понять алхимию что-то за синеватой жижи? Это похоже на ту же жижу, что находится и в этом существе, которое с щупальцами. Да, я просто какую-то ее химическую принадлежность хочу понять. То есть, это какая-то кислота, химия, как это или кинь секретом на крафт. Альберт, ты вроде тоже жаришь в химии. Как думаешь, что это за сильная жижа? Александр. Ну, как бы, тоже кинь секретом на крафт. Я сейчас ровку перезагружу. Забор у вас можно на комбонскую Windows? Ну, я думаю, да, даст он. Саша, а можно мне на крафт кинуть? Потому что у меня опять не кидается. Тут точно бага какого-то нет? Слушайте, давайте я перезагружу, что ли. У меня тоже какой-то бред. И у меня не кинулось. А, консоль сломалась. Я сейчас перезагружу. Купи себе PlayStation. Один. Нинендо лучше. Нинендо Вич. Нинендо лучше, Вич. Слушай, блин. Саша. Да, китайский наград должен работать. сравнивать PlayStation и Nintendo это самое сравниваю, что он лучше, мотоцикл или кухонный комбайн. Кухонный комбайн. Нет, у тебя есть PlayStation, Андрей? Нет. у меня есть у меня есть и PlayStation, у меня есть и Nintendo Switch. И угадай, где PlayStation. На Nintendo Switch. Я ее отдал племянникам. Я тебе уверяю, что Nintendo лучше. Кальберт. Нет. Ты сравниваю, не перебивай, пожалуйста. Что? Говори. Давай, Свой крафт. Нет, я его крафт. Почему? А, жди, божди, нет. Стоп, стоп, туплю, туплю. Сейчас. Крафт. Все, вроде пошло. Хорошо. Ну, судя по всему, для вас всех это условно говоря, как сказать, что-то что-то в духе крови этого существа. Вот она вот такая вот. Не больше, не меньше. вот. я предполагаю, что эти зомби охраняли лунтика. Вот эту синюю. И, возможно, больше зомби-то вроде как и нету. Давайте по порядку в обратном направлении, по следам пройдемся. я уверен, что мы до деревни дойдем. До Альцатира до этой. Ну и скажем, что убили мы этих зомби. ну и как раз у нас еще целый день не останется. линей не будем сказать эти икринки раскидывает. Разве смотри смотрю есть вероятность, что есть какая-то другая сущность, которая откладывает эти икринки. И, возможно, отсюда уже ушла. И есть вероятность, что она намного сильнее, чем этот лунтик. И с ней бы я не хотел встречаться. как бы зомби нападают, мы их убили, все описали, полночет у нас готов, еще мастер есть, здесь труп этих икринок, которых я убил, они видят трупов. Что хотя трупы икринки, это просто икринка, которая не 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 это ментальный урод. Нет, я про вот этих существ, которые уже были вылуплены икринки, которые присосавшись жрали вот этих ребят. Я хочу сделать икринки налеплены на труп. Но они как-то жрали мертвые. Почему они жрали? Почему ты взял, что они его жрали? Мне показалось, что они жрали. Просто облеплены труп икринками был, А, окей. Ну короче, как пиявки, это метафора. Да. На обратном пути в котелке они лежат. Я их короче убью и вот в целом отчет и доказательства у нас готовы. Допустим. Давайте возвращаться. Давайте. Но точно не будем искать то, что ее икринки выкладывают. А как ты это найдешь? Александр, а на сколько больше болот? Ну, условно говоря, если присмотреться, вы увидите, где она находится в этой низине, если подняться чуть выше, то вот оно и по сути закончится. А время суток какое? Сейчас где-то 3 часа дня по ощущениям. 2-3. Ну, давай попробуем. Консерваторикс, смотри, я тебе тут кое-что вырезал. Я, короче, высыпаю горку всяких черепков, значков, стрелочек и там, собственно, от кролика вот эта счастливая косточка. Мы сильно оторвались? У нашего шамана такая фигня была. Он, короче, потрясет, посмотрит и понимает, что делать. Я, собственно, видел, ты там на птичек смотрел, но в этом лесу как бы нет птичек. Держи, тебе пригодится. Еще раз повторюсь, мы сильно оторваемся. рака почесал голову. Сколько нам по времени возвращаться до явно безопасного места, что здесь ночевать нельзя? Но мы можем тут заночевать, чтобы проследить, что здесь происходит, если мы можем увидеть все. Не-не-не-не-не. Призраки из-под земли вылезут ночью. Плохая идея. Они как раз в лесу вылезут ночью. Здесь как-то не наблюдается. Ты забыл? Нам циф говорил ночь здесь очень опасно. Когда уходим? Ну, я говорю, проблем если оставим эту хрень, будет больше. Так я к чему? Пусть консерваторикс эти косточки побросает, попытается выследить кого-то, кто откладывал эти яйца. Саша, прости за митагейм, что-то мне хочется флюминков. понятия не мотива. Я в целом хочу можешь искать какие-то следы. Или допустим, как следопыт что-то выискивать определенное. Мы хотим выследить какую-то сущность, которая откладывала эти яйца. Предполагаю, что в этом месте оно тусовалось. Я должен узнать, что это за сущность. Я точно должен знать, что мы выслеживаем. Если какие-нибудь альтернативные сможешь найти в отличие от нас. Я вам вроде что-то альтернативно удаленного рака бы найти. Попробую. Я просто не знаю, как я пытаюсь найти что-то чтобы дало бы мне зацеп для поиска зверя. Осматриваюсь, хожу, нюхаю, держу. И вот эти косточки подкидывают которые отсидал. Пытаюсь найти пыль, пыль, чешуи и так далее. Ты не находишь кутишуи никаких особых садов, помимо тех, помимо садов зомби, которые сюда пришли. Оттуда откуда вышли, как они здесь ходили. И следов этого существа, как оно пришлось откуда с запада. А, кстати, поглядите, не фонят ли этим вон с ремангией? Ну, давай проверим. Роккап начнет проверять, понять ли магией монстр и кринки вот эта вся сущность. Нет? Не, не понят. Значит, мы ничего не дадим, что? давайте двигать отсюда и нас скачивать. Что-то собрался, он сегодня закончил, заканчивать, эрберт, да? отражение наверное я так полагаю если мы на восток пойдем от дороги выйдем и очень быстренько кует ли нору подойдем идемте уже ну да чё-нибудь отрежь от этих пошли дакая эту котелок вернемся возьму я убью его чуть-чуть отрезать ты чё щупальца нужна ничего не надо и возьми чё не как доказательства и пошли так я взял все значит идем хорошо отправить этого закончим стрим тоже пока еще увидимся до скорых встреч отметьте себе без 160 опыта